Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Происходившая в Москве в октябре 1993 года в нашем случае – Гражданская война. Ни та, ни другая сторона были к поиску компромисса не готовы. Стратегия была такая – ну, надо перетерпеть. Ну, годок. Все оказалось намного хуже. Вы – антиреформаторские силы. Именно вопрос о Конституции станет главным, роковым противоречием. Он говорит – бес по путу. Да-да, нет, да. Я доверяю предмет. Все. Я утратил доверие к Рудскому и освободил его от всех поручений. Мы имеем дело с классическим государственным переворотом. Все. Конец Ельцину. Тюрьма. Приходилось использовать свечи для того, чтобы работать. Когда выключили свет. И надо сегодня штурмом взять мэрию и останки. Мы вынуждены прервать эфир. Вы прекрасно понимали, что стрельба идет не со стороны восставших, а по ним. Зачем вы призывали летчиков комбить кредит? А что делать осталось? Вокруг Белого дома толпилась куча людей. Заходим с белым флагом. Конечно, там все было разгромлено. Ну, били, молотили прикладами. И больше всего их бесило, что я стою и улыбаюсь. Хорошее, доброе взяли, говном замазали, растоптали. Такое чувство было. Все, что мы имеем сегодня, это как раз эхо выстрелов по Белому дому. Привет, друзья! Все вы, конечно, хорошо знаете, что это за здание. Это одна из главных резиденций исполнительной власти. Пожалуй, третья по важности после Кремля и администрации президента на Старой площади. Здесь принимаются основанные экономические решения, которые касаются всех нас. Однако исполнительная власть заехала в эту резиденцию при весьма трагических обстоятельствах, в буквальном смысле выбив из этого здания власть законодательную, а именно парламент России, для которого это здание было построено еще в 1981 году. Сначала здесь был Комитет народного контроля, затем Верховный совет РСФСР. Именно его, между прочим, возглавлял Борис Ельцин, прежде чем стал российским президентом. И именно потому здесь, в августе 1991-го, разворачивались памятные события путча, когда Ельцин забирался на танк. Танк стоял вот с этой стороны Белого дома как раз. Мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Спустя два года после того путча и ровно 30 лет назад, вот в такой же погожий октябрьский день 1993 года, сюда, на Новоарбатский мост через Москву реку, выехали танки Таманской и Кантемировской дивизий и открыли огонь по зданию Верховного совета. Это был финал многомесячного противостояния президента Бориса Ельцина и Верховного совета, который ещё совсем недавно был главной базой ельцинской поддержки. Те события вошли в историю как расстрел Белого дома. Или, как говорят некоторые участники тех событий, как Малая гражданская война, случившаяся здесь, в центре Москвы 3-4 октября 1993 года. Прошло 30 лет, но в этой истории по-прежнему много вопросов. Как так вышло, что вчерашние ближайшие соратники, а именно президент Борис Ельцин с одной стороны и Руслан Хасбулатов, возглавлявший Верховные советы и вице-президент Александр Рудской с другой стороны, чуть больше, чем за год после Пуча 91-го стали не просто оппонентами, а стали смертельными личными врагами? Почему провалились все попытки договориться миром и найти компромисс? Кто сделал первый выстрел? Кто отдал приказ стрелять из танков? Чем стреляли эти танки? Болванками, как говорят одни? Или боевыми снарядами, как уверены другие? От чьих пуль погибли тогда больше 150 человек, ставшие жертвами октябрьских событий? И, кстати, насколько реалистичны эти цифры? Откуда пошли упорные слухи, что погибших в десятки раз больше? Главное, почему сейчас есть ощущение, что вовсе не рокировка 2011-го, не приход Путина к власти в 2000-м, и не выборы 96-го, а именно тот расстрел 93-го стал первым решительным шагом к той ситуации, в которой мы все оказались сейчас, 30 лет спустя. Крыло, в котором я находился, оно было отрезано от центральной части. Мы не трогали шторы, потому что если шторину эту ты начинаешь трогать, тут же раздавалась очередь, и пули прошибали эту шторину. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В моем кабинете лежало на полу 12 человек, потому что я всем сказал лечь, потому что идет обстрел здания. Вы защищаете ни Руцкова, ни Хасбулатова, ни народных депутатов, ни Верховный совет. Вы защищаете свою собственную честь и свое достоинство. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вот это все происходит. Голова лопается и думаю, да я пойду в душ схожу, потому что не спал всю ночь, ведь это все мрак. Я встаю из-за стола и пошел в комнату отдыха. Начал отогреваться. Ду-ду. Открываю дверь. Мрак. Вот там, где стол мой стоял, где я сидел, его нет. Щепки. Снаряд прилетел туда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сидел, продолжал сидеть в Кремле и смотрел на те картинки, которые показывал Сейн. Да, как и все остальные. И, конечно, поступала информация о куче зевак, которые там собрались, и они были видны. И было видно, как в них попадают. И там было, в середине было много жертв. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я видел там под мостом вдоль реки там прям толпы людей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я ехал мимо них, я их видел своими глазами. Я был поражен. Это же было реально. Они стояли на мосту и обстреливали Белый дом самым таким прямым образом. Сегодня Ельцин Борис Николаевич должен применить все, что есть в его распоряжении для подавления применения силы со стороны фашистующих, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаете, когда уже пошли разговоры о том, что вот прошлое, когда все были вместе, закончилось, а в будущем может случиться нечто иное, мы же должны дальше защищать носителя демократии, президента Ельцина, потому что Верховный Совет далеко не столь однороден. Эти разговоры начались примерно 22 августа 1991 года. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 22 августа 1991 года был подавлен августовский путь. Попытка госпереворота, который пытались устроить чиновники и силовики, выступавшие против реформы курса Михаила Горбачёва. Тогда они объединились в Госкомитет по чрезвычайному положению. Лидером борьбы против ГКЧП стал Борис Ельцин, в июне 1991-го избранный всенародным голосованием президентом РСФСР Российской Советской Социалистической Республики. А штабом этой борьбы стал Белый дом, где тогда базировался Верховный Совет России, на тот момент поддерживавший Ельцина. Верховный Совет возглавлял Руслан Хасбулатов. Ельцин и Хасбулатов действовали сообща и вообще считались друзьями. Есть много рассказов о том, что они вместе парились в бане. В итоге, как вы знаете, путч провалился, через несколько месяцев Советский Союз перестал существовать, а Борис Ельцин стал президентом новой страны – Российской Федерации. В паре с ним по американскому образцу избрали и вице-президента, такого дублёра и ближайшего соратника. Им стал Александр Рудской – ветеран афганской войны, боевой лётчик, прошедший плен. В общем, как тогда говорили, стальной человек. Но в этой новой стране по наследству от советского прошлого остался и ещё один высший орган государственной власти – съезд народных депутатов. Поскольку съезд работать постоянно не может, он съехался и разъехался, то в промежутках его представляет Верховный Совет. Причём это не в чистом виде законодательная власть. Его полномочия шире – это ещё с 1917 года так шло. Помните лозунг «Вся власть Советом»? Считалось, что Совет – это подлинные народы власти. И полномочий у Верховного Совета больше, чем у главы государства, президента. Народные депутаты, например, могли отменить любое решение президента и могли отлучить президента от должности. Он, президента, распустить Верховный Совет не мог. Во главе этого всемогущего органа и стоит Руслан Хасбулатов. Действительно, противоречивая картина. Есть президент, который вроде бы президент. И есть система советской власти, которая достаточно причудлива. Это химера, которая в 1991 году нам досталась. С этим нужно было что-то делать. Депутаты сами, своими руками внеся в Конституцию поправку, как аргумент борьбы с союзным центром, введя должность президента России. Это был аргумент, это была новая позиция, с которой мы отстаивали суверенитет России. Оказалось, что появился президент, у которого есть записанные в Конституции полномочия, которые должны принадлежать ему. И тут президенту надо было расталкивать локтями, чтобы занять свою нишу и расчистить свое поле, с чем часть депутатского корпуса не хотела расставать. Было неизбежно, что они схватятся друг с другом? Да, конечно. Потому что Ельцин – это как бы зародыш новой власти. А это советская власть. Советская власть столкнулась с нормальной властью, которая предусматривает разделение властей. То есть это была борьба за власть в чистом виде? Конечно. Были две философии реформ – как изменять Россию. И второй личностный фактор – это протистояние Бориса Николаевича Ельцина с одной стороны, и господина Хазбулакова и Руцкого с другой стороны. Роль Руцкого во всей этой схеме. У него была фракция коммунистов за демократию, что-то в этом духе. И действительно в массах коммунистов, которые были за демократию, за Ельцина и прочее, не считалось, что это как бы надежнее. Ельцин хотел использовать Руцкого как аргумент в получении поддержки избирателей – военных, красавец с усами, герой Советского Союза, летчик и так далее. Этот расчет был правильный. Но уже тогда в его окружении было полное отторжение и негатив к Руцкому. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я первый раз отказался. Он говорит, ну ладно, идите подумайте. Я говорю, Борис Николаевич, я политикой никогда не занимался. Только что закончил Академию Генерального штаба. И если вы предлагаете, тогда скажите, чем я буду заниматься. Потому что в Конституции одна строчка выполняет поручение президента. Все, это все полномочия и права вице-президента. Больше там ничего нет. Я прихожу к нему, он говорит, Александр Александрович, вы будете заниматься военно-промышленным комплексом. Моя тема? Моя. Вы будете заниматься реформой вооруженных сил. Моя тема? Моя. Вы будете заниматься социальной защитой военнослужащих и их семей. Моя тема? Моя. Я говорю, хорошо. И пошли на выборы. Объявили результаты голосования. Через три дня выходит указ. Вице-президент несет персональную ответственность за состояние АПК России, агропромышленного комплекса. Я иду к нему и говорю, Борис Николаевич, я вообще в этом ничего не соображаю. Да и в сельской местности я даже никогда не жил. И отец, и семья у меня кадровые офицеры. Я говорю, я не понимаю, это что, наказание или что? Ну, Александр Ильич, у вас есть замечательное качество, вы снобизмом не страдаете. Если вы что-то не знаете, вы спрашиваете. Я говорю, ну правильно. Ну вот создайте агрокомитет и поставьте задачу, как бы хотели видеть реформу дружинники села. Ну что это для боевого офицера такая мура? Поэтому там не было политического противостояния между ними, естественно. А вот была такая обида у Рудского. Нет, это было бы интересно. Я сплю, а меня назначили. А Хасбулатов был кто? Он был хитрый и лукавый политик или царедворец? Да он был профессором политэкономии или экономики. Была такая организация «Демократическая Россия», и она формировала перед выборами свой список для всей страны. Ребята, вот у вас в округе. Ты-ты-ты-ты-ты. Она была раскручена, так сказать, авторитетом Ельцина и других людей, замечательных и известных. По-моему, он нормально победил на выборах. Производил нормальное, солидное впечатление. То есть ничто не предвещало? Да, абсолютно. Первые серьёзные столкновения президента и Верховного Совета начинаются из-за экономических реформ правительства молодых реформаторов, которые с конца 1991-го возглавляет Егор Гайдар. Советская экономика к тому моменту лежит в руинах. Тотальные дефициты, огромные очереди и пустые полки. О том, почему такая ситуация сложилась, у нас на канале есть отдельный фильм. Посмотрите, называется «Гибель империи». Но то, как положение будут исправлять Гайдар и его команда, в народной памяти останется как шоковая терапия. Завтра мы встречаем Новый год, который, может быть, и принесёт нам какие-нибудь радости, но совершенно точно добавит новые проблемы. С одной из них мы столкнёмся уже 2 января. Я имею в виду либерализацию цен. В магазинах уже появились товары по этим новым свободным ценам. К примеру, вот эти. А не шокирует Николаев? Шокирует. Очень плохо. Плохо? Что будем делать, не знаю. Я 5 января 1992 года, то есть это первый рабочий день Нового года. И это день, когда начиналась либерализация цен. Я вышел на работу в качестве начальника управления уровня жизни социальной поддержки населения Министерства труда Российской Федерации. То есть всё, что будет потом происходить с ценами – это непосредственно ваша зона ответственности? Да. Целый год я на этой должности отработал с января по декабрь 1992 года. Ну, в общем, да. Я был изнутри. Многие слышали выражение «шоковая терапия». Насколько рост цен действительно был шоком? Это был шок. В течение первого квартала 1992 года цены выросли почти в десять раз. Раз. Стратегия была такая – ну, надо перетерпеть. Ну, годок. Ну, вы помните знаменитое выражение Бориса Николаевича? По-моему, это было в апреле уже 1992 года, когда действительно социальная ситуация резко обострилась. И он сказал, что я вам гарантирую публично, что через год всё будет отлично, и товары останутся в магазинах, и зарплаты вырастут, и цены не будут расти. Если не так, я руку кладу на рельсы. Была такая фраза. У него довольно поспешная Бориса Николаевича. Он был в этом уверен, и вся команда во главе с Гайдаром тоже в этом была уверена, что надо перетерпеть этот очень короткий шок. Люди поймут целесообразность этого. Ну, знаете, как укол. В первый момент вы же чувствуете, как вам там укололи, а потом вам хорошо. Конечно, это всё не оправдалось, всё оказалось намного хуже. Цены выросли в 26 раз. А что такое цены в 26 раз? Это значит огромная безработица? А безработица – это что такое? Это колоссальная преступность. Жандали Ельцину вопрос. Объясните, что происходит и какие перспективы. Его окружение убедило его, что отвечать надо примерно так. Вы – антиреформаторские силы. Это команда, которая действительно чувствует друг друга. Это команда, которая делала программу этих реформ. И они уже тогда прикипели друг другу. А сейчас им надо реализовать. Гайдару и Борис Николаевичу в глаза. Я никогда за глаза ничего не делаю. Я говорю – Борис Николаевич, ну вот Гайдар. Завэкономическим отделом газеты «Правда». Это уровень, да? И вот такому человеку вы наверены доверить всю экономику страны, тем более её реформировать. Вы вообще как? Александр Владимирович, вы консерватор. Вот у вас какое-то недоверие к молодому поколению. Я говорю – к молодому поколению как раз у меня уважительное отношение. Но такими вопросами должны заниматься специалисты. Не только имея отраслевое образование, но и опыт работы. Это была разница, между прочим, двух экономических школ, которые ещё сформировалось в советское время. Но были маститые экономисты, академики, ченкоры советские, которые тоже хотели реформ. Они не были какие-то, знаете, кондовые, что типа «всё хорошо, у нас отлично». Нет, все понимали, нужны реформы. Но была вот эта молодая порость. Вот типа Гайдара, Андрей Нечаев, Шохин, Авен. Вот эти когорты, которые правительство и сформировало, которые настаивали на каких-то радикальных, очень быстрых действиях. И на них эта академическая школа смотрела так высоко. Кто это такие? Мальчики в розовых штанишках. Зафлабы какие-то, а мы тот и так далее. Это был во многом личный конфликт. Ну, поколение, может быть, даже. Они всё-таки на выборах победили. А эти мальчики в розовых штанишках, ну вот куда они? Какой у них опыт и прочее? Куда они лезут? Хазбулатовым как политик чувствовал настроение масс, вот это всё. И вот это недовольство достаточно больших масс, очень больших вот этой шоковой терапии, это давало попитку социальную, как политику Хазбулатову. Параллельно с этим происходит ваучерная приватизация. Почему именно она вызвала такое неприятие очень у многих? Она не сразу вызвала такое неприятие. Вы понимаете, тогда, когда это происходило, в 1992 году, всё было, если говорить про приватизацию, всё было очень быстро. Она стала жутелом скорее с подачами разных политических сил, которые стали на этом играть, что образовался класс крупных собственников, потом уже даже Боря Немцов назвал их олигаршами, если вы помните, семей банкирщины, и вот эти всякие дела в конце 90-х. Но для людей главное другое. Это люди наблюдали только по телевизору, читали газеты, кто чего делит. Люди же смотрели, как они живут. Вот в чём проблема. Если бы вот этот новый класс собственников, появившийся вот таким вот образом, часто криминальным, конечно, потому что законы тогда были многие не писаны, то есть многие вещи не закрывались законодательством. И поэтому в этих лакунах можно было делать что угодно, и формально, говорят, ты закон не нарушал. Потому что не было закона, который говорит, вот это хорошо, вот это плохо. И если бы это привело к тому, что люди стали бы жить лучше, пошло бы всё вперёд, плевать бы хотели на то, как это произошло. Но, возвращаясь к социальным вещам, ведь смотрите, доходы населения в 92-м году упали процентов на 40. Это очень существенно, это почти военная ситуация. Понимаете, в мирное время… Ну, это беспрецедентный случай, на самом деле. На посту главы правительства Гайдар продержится год. К концу 92-го Ельцин устал прикрывать непопулярного премьера и чувствовал, что народное недовольство перекидывается и на него, президента. На седьмом съезде народных депутатов Гайдара отправляют в отставку. Уважаемые народные депутаты, представляю вам кандидатуру Черномырдина Виктора Степановича на пост главы российского правительства. Имеются ли вопросы? Нет. Гайдара меняет Черномырдин, который, казалось бы, прям свой человек для Верховного Совета. Почему это не разряжает обстановку? Во-первых, Черномырдин не то чтобы свой человек для депутатов. Черномырдин – абсолютно человек дела. У него были нормальные отношения и с правительством, и с администрацией. Вот с Меркушкой. А с другой стороны, он свой. Почему? Потому что он крепкий хозяйственник. В Гайдар уходил именно потому, что Хазбулатов ему сказал по рукам. Последняя договорённость была между двумя людьми – Гайдар и Хазбулатов. И о чём была договорённость? Что? Референдум, конституционное соглашение и потом принятие новой конституции. Именно вопрос о конституции станет главным, роковым противоречием. Разрабатываются два варианта. Один – в Верховном Совете. Там будущее России описывается как парламентско-президентская республика. У этих ветвей власти примерно равные полномочия. Съезд настаивал на том, что можно отправлять в отставку, пусть даже двумя голосованиями после пояснения президента отдельных министров. Право увольнять в отставку министров – это очень важное различие. Конечно, реализуемый импичмент. Импичмент… В вашем варианте он был реализуемый? Безусловно, реализуемый. Второй – президентский вариант конституции. Пишет команда один из лидеров которой Сергей Шахрай. «Россия там президентская, как говорят оппоненты, даже суперпрезидентская республика, где полномочий у парламента существенно меньше тех, что есть у Верховного Совета. Отдельных министров увольнять нельзя. Процедура импичмента крайне усложнена». Сперва есть надежда примирить два варианта. На том же съезде, где увольняют Гайдара, президент и Верховный Совет договариваются подписать так называемое «конституционное соглашение». Но противоречия и взаимное недоверие уже слишком остры. В начале Нового, 1993-го, Руслан Хасбулатов отказывается от соглашения. «Хасбулатову потом спросили депутаты на съезде, «Ну как же так, Руслан Маренович? Вы же нас агитировали на Седьмом голосовать за это всё. А теперь говорите, давайте отменять». Он говорит, «Бес попутал». Вот эта фраза «бес попутал» у Хасбулатова бывала частенько. Именно поэтому у нас, у представителей жёсткой оппозиции против того, что творил Ельцин, Хасбулатов и не вызывал в течение длительного времени никакого доверия, потому что его слишком часто беспутал. Известный мем, да? Вот. Но дело не только в этом, а дело в том, собственно, как работает эта советская власть, потому что они пользуются лозунгом «Съезд может принять любое решение», там неважно, съезд или президент Верховного Совета, и пользуются этим со страшной силой. В конце концов, Ельцин решается на вот эту меру. Это знаменитый опус «Особый порядок управления страной» с указом, о чём выступил по телевидению президент Ельцин. Я подписал указ об особом порядке управления до преодоления кризиса власти. Особый порядок предполагает, что любые решения любых органов, которые приостанавливают указы и распоряжения президента, не имеют юридической силы. Ведь он выступил фактически с антиконституционных позиций. И в этот момент, причём уже назревало, я был свидетель, как вице-президент Рудской убеждал Ельцина по телефону не делать этого шага. По выходу этого указа предшествовала попытка объявить импичмент. И сейчас прошу вас поставить на голосование. Вопрос об отрешении президента о должности. Вы ж тогда импичмент не поддержали первый раз. Кто? Вы весной. Нет, весной. Но я не голосовал, я вице-президент. Я не имел права голосовать. Мы были за реформы. Но мы были против разрушения, сложившихся устоев жизни, идеологии. Депутаты съезда были очень разными людьми. Ведь большинство были искренними сторонниками перемен. И многие надеялись договориться с Ельцином, что Ельцин поймёт, он прислушается. Но чаш качалась настолько, настолько серьёзно, что я, например, изумился, прочитав в воспоминаниях Коржакова. Это тоже ведь признак, симптом эпохи, когда руководитель службы безопасности президента рассказывает, что они разместили в зале заседаний съезда баллоны с отравляющим веществом. И если бы нам хватило голосов для импичмента, против нас были бы применены эти газы, чтобы мы не смогли проголосовать. Но он там, правда, пишет про усыпляющий газ, а не про отравляющий. Даже усыпляющий газ против депутатов парламента, согласитесь, фантастика. Потому что никто не был уверен, что у нас не хватит голосов. Но, к сожалению, не хватило. Принимаются некие нормы о работе органов власти, но в конце концов договорились о том, что мы в апреле проводим референдум. Да-да, нет, да. Да-да, нет, да. Он вошёл в историю под этим названием. Да-да, нет, да. Я доверяю предмет. Всё. Очень просто, понятно. Я поставил вопрос о референдуме 25 апреля, чтобы россияне сказали «Если да, тогда ещё с большим релением буду работать, если нет – будет у вас там». Голосование, запомнившееся многим именно по слогану «да-да-нет-да» – это результат агрессивного маркетинга, что так запомнилось. Референдум состоял из четырёх вопросов. Доверяете ли вы президенту Ельцину? Одобряете ли вы социально-экономическую политику президента и правительства? Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента? Президенция «Команда» решила, что основной аргумент, который у них есть, главный – это народное доверие, поддержка президента. Это единственный способ показать влияние на Верховный Совет напрямую. Потому что, строго говоря, Верховный Совет тоже претендует и претендовал на народную поддержку, каждый из них был избран. Поэтому пришлось выложить на стол вот эту карту. Используя пропагандистский механизм, Ельцинская команда пыталась внушить народу, что это решение показывает, каково мнение общества. Но поскольку мы знали, что это мнение общества, то есть референдум, было во многом сфальсифицировано, то депутатский корпус и отказался прислушиваться к нему. Здесь Конституционный суд тонкую добавку сделал, что так как два вторых вопроса конституционные, если первый вопрос, решение по ним принимается простым большинством голосов от голосовавших, то по двум остальным вопросам это решение должно быть принято большинством голосов не от проголосовавших, 50% плюс один, а от всех жителей страны, что заведомо поставило в условия фактически нереализуемые на конституционном уровне два других вопроса. Должны были проголосовать 80% от явившихся, а проголосовали 30-40%. Поэтому команда Бориса Николаевича Ельцин морально получила победу, но ничего из этого не последовало, никаких организационных действий. Ельцин по всем вопросам победил, а большинство для перевыборов съезда тоже не набралось. Ну, грубо говоря, кончайте тут склоки разводить, работайте, сказали избиратели. И буквально через несколько дней Хасбулатов с Рудским заявляют, что за Ельцин голосовали только пьяницы и наркоманы. Там уже пошли амбиции, и Руслан Ивранович начал в открытую обзывать президента и пьяницы, что попало. Но это неприлично для мужчины так себя вести. Я этому не раз говорил. Я говорю, ты какие бы другие слова подбери, все-таки он старше тебя по возрасту. Это раз. Во-вторых, он еще президент. Пока. Во время подготовки к референдуму вице-президент фактически стал одним из лидеров противников реформ. Я утратил доверие к Рудскому и освободил его от всех поручений, даваемых президентом. По телевидению понеслось 3-4 раза за сутки Рудской коррупционер, вор. Вот его счета, вот его подписи с экрана телевидения. Я еду на работу, и меня в Кремль не пускают. Охрана Кремля. Я говорю, в чем дело? Приказ Бориса Николаевича вас не пускать. Верховный совет Ирослав Булатов тут же это подхватили, выделили ему кабинет, красивая табличка большая, вице-президент. Он переехал в этот кабинет в здании Белого дома. И там уж он, конечно, попал в окружение, ему пели все время в уши, что Борис Николаевич ведет страну не туда, вот мы это все поменяем, и будет опора на вас. Причем опора не как на какого-то политического лидера, а как лицо, носящее номинальную власть. Вице-президент страны. В этот момент идет политическое раскачивание ситуации. Сторонники Ельцина начинают формировать силовую основу его власти. Пытаться работать с армией, с МВД, наводить там, расставлять своих людей. Депутаты парламента пытаются через парламент механизмами укреплять свои позиции и убеждать колеблющихся поддержать то, что Ельцина нужно менять на посту президента. Верховный Совет продолжает работать в том же режиме. Президент Верховного Совета принимает все эти самые решения за все ветви власти. Значит, они поощряют беспорядки, которые приобретают еще кровавую форму, как известно. – Вы имеете в виду майские демонстрации в Москве? – Майские демонстрации, да. Когда раздавили там милиционера машиной. Первого мая в Москве проходит демонстрация, которую вскоре назовут «Репетицией октября». Митинг организован КПРФ несколькими националистическими и левацкими организациями, такими как «Трудовая Россия» Виктора Анпилова. Он в тот момент очень узнаваемый человек. Организаторы хотят пройти от Калужской площади до Манежной. Маршрут не согласовывают. Предлагают альтернативу – от Калужской до Крымского моста. Это всего несколько сотен метров. От этого отказываются уже протестующие. В итоге колонна прорывает оцепление, движется по Ленинскому проспекту, милиция пытается перекрыть его грузовиками. Начинаются столкновения. В больницу попадают больше двухсот человек. Под колёсами грузовика, который демонстранты захватили и использовали как таран, погибает сержант ОМОНа Владимир Толокнеев. Он будет первой жертвой событий 1993-го. Горбачёв дал возможность людям обсуждать гласно и публично. И, с одной стороны, Борис Николаевич терпел. Он вообще терпел критику, чего не свойственно многим политическим лидерам, критику из прессы. Но радикализация, когда колонны говорят, вы идите по этим улицам, они пытаются прорвать и пойти по другим улицам. Неготовность, конечно, и силовых структур оградить, сопроводить и выплеснуть эмоциям привело к жертвам. И это, конечно, приводило, с одной стороны, и к обозлению милицейских рядов, когда их там, значит, люди получили травмы. Ну и кому лишний раз в выходные вместо отдыха идти, значит, на усиление. Это позволяло радикализировать другую сторону, которая считала, что они кое-чего добиваются в этом деле. Видя, как расправились с простыми людьми, которые отмечали 1 мая, мы все мобилизовались на 9 мая. И демонстрация 9 мая, которая заполнила всю Тверскую, от Белорусского вокзала до Кремля, во главе которой шли народные депутаты Российской Федерации, и я в том числе, она, конечно, произвела на Кремль ужасное впечатление. Они испугались. Они испугались, и все лето пошло на подготовку переворота. В августе к Ельцину приходит Константин Лубенченко. Я напомню, что это был депутат еще союзный, очень известный из межрегиональной депутатской группы. И он возглавлял парламентский центр, который на Трубной тогда находился. И он, Борис Николаевич, говорит, что туда коммунисты свозят оружие. Парламентский центр? Парламентский центр на Трубной. Ну и делать было нечего. Надо было опережать. Он их опередил. И 21-го он издает указ 1400, где он говорит, что, значит, все, съезд и Верховный Совет прекращают свои полномочия. В соответствии с указом президента, который уже подписан с сегодняшнего дня, прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. Борис Николаевич, глядя в камеры телевизионные, сказал, я подписал указ о особом порядке действий в стране в этом политическом кризисе. Все всколыхнулись. Заседание съезда более не созывается. Буквально меньше, чем через час, через 20 минут после обращения Ельцина по телевидению выступил Хасбулатов. Уважаемые журналисты, дамы и господа, конечно, мы имеем дело с классическим государственным переворотом. В 22 часа, то есть в тот же день, ночью, вечером, ночью, состоялось экстренное заседание Президиума Верховного Совета, на котором было принято постановление о немедленном прекращении полномочий президента Российской Федерации Ельцина. То есть Верховный Совет через несколько часов после опубликования этого указа признал его уже не президентом. И примерно в то же время Конституционный суд провел заседание, где было принято решение, что указ президента нарушает действующую Конституцию Российской Федерации и является основанием для отстранения Ельцина от должности президента Российской Федерации. Совсем недавно, в 2023 году, возможно, вы слышали, Владимир Путин переназначил Валерия Зорькина председателем Конституционного суда еще на один срок. Зорькин сейчас один из самых пожилых российских чиновников высшей категории. Ему 80 лет, 20 из которых он непрерывно руководит Конституционным судом. Но впервые эту должность Зорькин занял намного раньше, еще в 1992 году. И именно ему, восходящей звезде российской эфемиды из села Константиновка Приморского края, суждено сыграть драматическую роль в событиях 1993 года. На виду всей страны, потому что все это в телетрансляциях, Зорькин отчаянно лавирует, пытаясь примирить Верховные Советы Президента, при этом не став врагом ни для тех, ни для других. Но очевидно, по крайней мере в тот момент, и не забудьте, те политические обстоятельства не сравнить с нынешними. Лавирование – не главная цель Зорькина. У него явно есть и принципиальное понимание Конституции как высшего закона, который нельзя просто взять и нарушить. Поэтому в сентябре после указа 1400 Зорькин уже очевидно примыкает к Верховному Совету и фактически поддерживает импичмент Ельцина. Указ Президента Российской Федерации Ельцина по этапной конституционной реформе в Российской Федерации от 21 сентября 1993 года, номер 1400, и его обращение к гражданам России 21 сентября 1993 года не соответствует Конституции Российской Федерации и служит основанием для отрешения Президента Российской Федерации Ельцина от должности. Собегая вперёд, это будет стоить ему должности. Снова во главе суда он окажется лишь через десять лет и умудрённый опытом будет вести себя с высшей властью куда осторожнее. Но это уже другая история. Конституционный суд в тогдашней версии принимал в итоге взвешенные и объективные решения. Почему я так думаю? Потому что часть решения была, которая поддерживала действия Бориса Николаевича, а часть решений, которые не поддерживала действия его команды. Не хочу обсуждать решения, которые Конституционный суд принимал в последние действия 15 лет – это вопрос второй. Но я глубоко убеждён, что свой профессиональный и моральный капитал Зорькин заработал в 1993 году. Прозвучало выступление Ельцина с указом 1400. Я только приехал домой. У меня должен был отмечаться день рождения одного из моих сыновей. Столы накрыты. Вот представляете, как я потом в Верховном Совете вспоминал эти накрытые столы. Потому что я не присел, сразу развернулся, уехал в Верховный Совет и попал в осаду до 4 октября. Добрый вечер, друзья. Начинаем наше заседание. Какой у нас по повестке дня? Первый вопрос. Первый микрофон. Помню обстановку в Верховном Совете, как ко мне подходили и говорили, ну что, всё, конец Ельцину. Помню, даже какой-то депутат подошёл ко мне и показал, что тюрьма. И кто поддержит Ельцину этот указ, мне было тогда непонятно. А в депутатском корпусе, да, царила эйфория. И почему не знаю слёзы? Врыво, бис! Будущее я, конечно, вижу оптимистически. Потому что уверен, что никакие ухищрения, никакие насильственные меры не могут способствовать подавлению. Начал работу съезд народных депутатов десятый, на котором в соответствии с Конституцией проходила процедура импичмента. Она заключалась в том, что все собравшиеся депутаты голосовали. И Хасбулатов уже говорил, что понятно, все за, ни одного не было против. И тут подходит к микрофону молодой наш депутат, в прошлом журналист Сергей Насовец. И говорит, вы с ума сошли. Ельчин как был, так и будет нашим президентом. Я против. Начались крики. Тогда к микрофону подошел его друг, тоже журналист из Дагестана. Сказал, я тоже против. Я испугался за них. Это первое. Второе, подумал, что надо, чтобы уже сейчас, когда явно Верховный Совет побеждает и будет совсем другая политическая система, нужно… Уже в этот момент знали, что есть политическое меньшинство. И я тоже подошел к микрофону и сказал, что я против импичмента. Три человека из всего депутатского корпуса проголосовали против. Что была за ситуация, когда некоторые депутаты покидают Верховный Совет, и потом многие говорили, что они были прямо подкуплены стороной Ельцина? Перед голосованием еще об импичменте президент издал указ о льготах для депутатов, которые уйдут из Дома Советов. Когда тем, кто уйдет, предлагалась любая должность по его выбору, предлагалась огромная денежная сумма, сохранение всех льгот и жилья в Москве. Я не помню много деталей, но действительно это было нечто фантастическое. Причем я знаю людей, которые... Ну, допустим, человек, который до того, как стать депутатом, работал водителем в одном из автопарков, он перешел туда по этому указу Ельцина и потребовал должность заместителя министра труда. По-моему, труда. И он был назначен на эту должность. Дело в том, что к тому моменту, к второму числу, Хасбулатов и Рудской уже потеряли контроль над собравшимися то, что они называли съездом. Там, конечно, кворума и близко не было. До кворума не хватало десяти депутатов, которых не пустили за спираль Бруно. Нельзя за спираль Бруно проходить депутатом. Они, правда, написали соответствующие заявления, но их не признавали. Если вдруг кто-то забыл, кворум – это минимально необходимое число депутатов, при котором парламент может голосовать. Если их меньше – все решения автоматически незаконны. Вокруг этого долгие годы и будет вестись диспут. Президентская сторона будет говорить, что депутатов было слишком мало, и принятые ими тогда решения нелегитимны. А Верховный совет будет отвечать – «Так вы сами не пустили депутатов на работу». В этот момент, сразу после указа 1400, Белый дом действительно уже оцеплен. Вокруг внутренние войска. Это то, что потом станет Росгвардией. И колючая проволока. То есть начинается настоящая блокада. Дальше съезд объявляет импичмент. Назначает ИО президента Рудского. Клянусь, при исполнении обязанностей президента Российской Федерации соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы Российской Федерации. Вы становитесь ИО президентом. Что вы чувствовали? Чувствую. Я тут же пошел в кабинет и написал, что я выступил с трибуны и сказал, прошу меня поддержать, провести одновременные выборы депутатов и президентов. Я, как исполняющий обязанности президента, ни в тех, ни в других выборах не участвую. Я просто ухожу туда, где служил ранее вооруженные силы. Я написал письмо на это и обнародовал журналистам, депутатам, чтобы не было ни у кого в подсознании хотя бы даже намек, что я Ельцину подпиливал стул. У меня восторга никакого не было, что я исполняющий обязанности. Чего исполняющий? Каких обязанностей, когда здание Верховного Совета обнесено тремя рядами колючей проволоки Бруно? Когда система оцепления внутреннего войска милиции вокруг Верховного Совета. Какой президент в этой обстановке? Вооруженные силы подчиняются верховному главнокомандующему Ельцину, МВД Ельцину, ФСБ Ельцину. Ну и кто я? Человек на заклане. А почему никто из силовиков не поддержал вас? А я объясню. Вот почему у нас такие отношения с Хазбулатовым. Я к нему заходил не раз и говорю, «Руслан Имранович, вы знаете, каким образом я оказался в Верховном Совете? Меня пустили на работу в Кремль. Я приехал в свой выездной кабинет. Вы мне можете рассказать, какую цель вы вообще видите в выраженном протесте? У вас есть поддержка со стороны вооруженных сил, МВД, ФСБ?» Он мне там начал рассказывать, что «Алиса Владимирович, вы не…» Я говорю, «Может быть, я займусь этим вопросом?» Вооруженные силы, МВД. Это еще мы не были отцеплены. Прокуратура. Я начну сейчас с кем у меня… Достаточно большого количества людей, с кем у меня были хорошие и добрые отношения. Он говорит, «Я вас прошу, пожалуйста, не вмешивайтесь в этот процесс. У меня все уже согласовано, обговорено с вооруженными силами, с МВД, с ФСБ, с прокуратурой. Поэтому у меня просьба, пожалуйста, не испортите то, что я сделал». Я как генеральный прокурор в не меньшей мере, чем президент, чем любой народный депутат, член судья конституционного суда, несу такую же ответственность за состояние конституционных дел в России. Когда вышел этот указ в 1400, Борис Николаевич мне позвонил. И с фельсвязью привезли новое удостоверение за подписью Ельцина. Предыдущее было за подписью Хасбулатова. У меня оказалось два удостоверения. С одной должностью, с двумя разными подписями. Но, как оказалось, они пригодились. Потому что, чтобы попасть в администрацию президента, документы за подписью Хасбулатова не служили пропуском. Федеральная служба охраны не пропускала людей, чей документ был подписан. Поэтому я носил два удостоверения. Главное было не спутать, где какое показать. Потому что с подписью Ельцина меня бы не пустили в Верховный Совет. Так вот, отправив мне подписанное новое удостоверение, Борис Николаевич позвонил. И мы с ними разговаривали. И он сказал, я принял такое решение. Я говорю, что Борис Николаевич, спасибо, но вы подтвердили мои полномочия. Я думаю, что ему такой ответ очень не понравился. Тем самым я ему напомнил, что я и так наделен этими полномочиями. Я говорю, вижу свою главную задачу, чтобы в этой ситуации не пролилась кровь. Он сказал, ну что вы, какая кровь? Разберемся во всем. К тому моменту эта шахматная партия оказалась уже в стадии Цукцванга, когда ход одного игрока предопределяет ход другого. Там выбора особенного нет. Ясно, как будут двигаться фигуры. Либо те, которыми руководят некоторые политики, либо те, которые ходят сами. Потому что ясно было, что люди соберутся у Белого дома. Когда президент подписал вот этот указ свой, о нём уже давно знали верховно-совете. И уже давным-давно там запаслись сухарями, чем-то ещё. Всё уже было там готово. То есть они были готовы к вооружённому противостоянию? Они были готовы к этому указу, но не вооружённому. Они были готовы к баррикадам, баррикадироваться. И дальше через несколько дней цепление были. Дальше хозяйственный Лужков предложил отключить воду, канализацию. Такие трагикомичные истории. Особенно проблема, конечно, с питанием была сложная, потому что надо было кормить депутатов, сотрудников, кормить защитников Дома Советов. И мы признательны тем, кто привозил нам продовольствие. Это были другие депутаты впоследствии Государственной Думы, которые прорывались к нам с продовольствием, привозили. Но всё было жёстко лимитировано. То есть, допустим, в сутки, ну, наверное, бутерброд и чай утром, бутерброд и чай в обед, бутерброд и чай вечером. Может быть, что-то ещё, но вот в основе это было. Поэтому нет худа без добра. У меня дырки две на ремне сместились за это время. Приходилось использовать свечи для того, чтобы работать. Когда выключили свет? Как вы относитесь ко всем этим мерам по отключению канализации, света в Белом доме, мелкие бытовые гадости? Я их рассматриваю как необязательные. Мне это не симпатично. На самом деле они были очень пацанские, очень непродуманные. И то, что если бы не эти меры, то сторонников у Ельцина там внутри было бы больше, я убеждён на сто процентов. Дело в том, что съезд и Верховный Совет, оказавшись в окружении, в Белом доме, они так, знаете, как бы окукливались. Чем больше они друг друга заводили, тем больше они отрывались от того, что происходит. Но надо отдать должность, что и там обстановка была не очень лучше. – В Кремле? – В Кремле, да. Я помню, было совещание, присутствовал я, обсуждали, что делать дальше. И в том числе обсуждали чисто техническую. Там надо усилить второй ряд колючей проволоки. Там те депутаты, которые вышли, больше обратно не пускать. Значит, и Грачёв что-то сказал. «Да нет, я больше этого не могу». И Шахрай так в шутку с долей серьёзно говорит, «Ну всё, нам теперь тогда что, осталось только пойти и сдаться им, если ты не хочешь этого делать». Ни та, ни другая сторона были к поиску компромисса не готовы. Собираются люди, среди них больше собирается радикалов. Радикализуются оставшиеся, по крайней мере попадают под их влияние. Отчасти вот эта собравшаяся – толпа, защитники, я не знаю – они влияют на настроение тех, кто находится внутри. Тех, кто что-то обсуждает, голосует, принимает. Там тоже радикализуются. А что за люди собрались вокруг Белого дома защищать его? Вы же с его обходили, вы же с ними общались. Кто это был? Я знаю, почему вопрос этот задан. Надо было сказать, Баркашов что там делал, да? Баркашов вообще появился непонятно откуда. Баркашов был лидером одной из профашистских партий. Форма у них была с шевронами специфическими? Да, абсолютно специфическими. А дальше я понял, для чего там Баркашов появился. Что мы, оказывается, фашисты, мы антисемиты. И что там только не неслось, засели в Верховном совете. То есть вы считаете, что это была сознательная провокация? С чистейшей воды. Неужели вам хочется терять свою жизнь, защищая ворот жуликов и проституция всех разных мастей? А что вы можете про генерала Макашова сказать? Макашов – это генерал. С хорошим командным голосом. Форсом Атаке на берете. Если бы был чуть помоложе, был бы вылитый Че Гевара. Но сильно помоложе. Но он такой очень крутой. Мат у него был очень невыразительный. Но он его использовал на полную программу, вдохновляя людей. Макашов – ну, как вам сказать, сложный человек. Сложный. И вся его сложность заключается в том, что эмоции опережают сознание. С таким человеком очень тяжело вести диалог и что-либо делать. Мы с Руцким, Александром Владимировичем, вышли. Он говорит, Кирсан, пойдем посмотрим, как люди, посты там все. И мы вышли на улицу. Там несколько ограждений было. Солдаты, ОМОНовцы. Ну, а с этой стороны – защитники, так называемые защитники Белого дома. Депутаты, члены Верховного совета, сотрудники, которые секретарши, помощники. Вот, водители, медсестры. Они остались, потому что, ну, на глазах творился такой беспредел. И многие в солидарность с защитниками Белого дома жили там, остались, приносили еду. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. На работу можно? Да, конечно. Кормить вас? У нас было из тогда 93 субъекта Российской Федерации. У нас собралось 82 региона. Мы провозгласили тогда, что Россия, Российская Федерация не ограничивается рамками Садового кольца или даже Кольцевой, Московской дороги, что Россия – это от Калининграда до Дальнего Востока. Поэтому голос регионов должен быть услышан. Мы предложили, значит, приостановить и указ президента, и закон постановления Верховного совета, объявить на декабрь месяц досрочные выборы и президента Российской Федерации, и Верховного совета Российской Федерации. То есть такой вот нулевой вариант. Нас тогда поддержал патриарх Московский в Сеарусе Алексий Второй, и мы надеялись, что всё-таки на нулевой вариант мы выйдем. Под эгидой патриарха мы всё-таки договорились, что надо идти на выборы и парламенту, и президенту. Я это говорил Борис Николаевичу, он говорит, ну как, мы же не можем страну оставить. Я говорю, Борис Николаевич, я же не такой дурак. Ну, надо договориться. Может быть, раньше парламент пойдёт на выборы, а потом президент, и так далее. То есть, короче говоря, мы договорились, подписали 4 часа утра соглашение о снятии блокады Верховного совета, о возвращении к работе, и так далее, и так далее. Но Ельцин и Хазбулатов выступили против и решили нас отозвать. Я поехал в Сватадолинский монастырь, но, к сожалению, уже позиции оказались другие. Руско видел себя президентом, Хазбулатов видел полноправленный председателем Верховного совета. А они не хотели договариваться на самом деле? Нет, они хотели договариваться, чтобы им освободили это политическое пространство. То есть на их условиях они хотели договориться? Да. И Ельцин тоже самое, да? Никто не хотел сдаваться, потому что идти на какие-то уступки у нас считается позором. Понимаете? Вот это радикальное сознание, что мы должны победить обязательно. А договариваться мы не очень умеем, к сожалению. И среди вот этих переговоров, которые вели с Верховным советом, однажды мы туда приехали вместе с Сергеем Степашиным. Поехали туда, чтобы поговорить с так называемыми министрами, которых Верховный совет назначил. И они считали, что они министры, находясь внутри Белого дома, но никто их нигде не признавал. Мы-то приехали их не склонять, чтобы они там сдались или еще. Мы приехали провести конкретный разговор. Давайте при нас сдадите оружие, и мы это оружие под нашим контролем вывезем. Для чего это надо? Потому что и в прессе, и в телевидении, и президентская страна вся говорила, там боевики – это угроза, поэтому мы отцепили Белый дом, мы отключаем свет и воду, они должны сдаться. И вот мы говорили, давайте уберем этот аргумент. Потому что там была официальная охрана, которая была из структуры МВД. Кстати, они не покинули. Ну, часть какая-то ушла, а остальные были там. И у них было штатное оружие. Ну, помимо штатного оружия, там, значит, еще у боевиков было оружие. А часть этого оружия боевики взяли у милиционеров оттуда. И мы хотели это оружие убрать. И они дали добро. Началась подготовка, там, складирование этого оружия. Очалов был против. Очалов сказал, по всей видимости, русскому. Русскот дает команду с криком, значит, больше ни Степанкова, ни Степашина сюда не пускать. Оружие в Дом Советов все эти дни не поступало извне. У нас был запас. Там складированное оружие, табельное оружие охраны Дома Советов. Это оружие было роздано под росписи, под необходимое оформление документов. Это вызвало истерику, конечно, извне, но это было все запротоколировано. Вам удалось установить, было ли в Белом доме какое-то ещё оружие, кроме того, которое было по штату положено на охране? Ну, в Белом доме, кроме по штату оружия, было оружия очень много. Около двух тысяч стволов разного оружия. Что можно было делать в этих условиях? Разряжать ситуацию, выводить её на переговоры, чтобы, не дай бог, люди не стали орудием в этой борьбе политиков. Но, увы, не было какого-то авторитета, который мог бы сказать «стоп, садимся и переговариваемся». Утром 3 октября начинается большой, насколько я даже помню, санкционированный митинг на Октябрьской площади в Москве. И собирается довольно много людей, несколько десятков тысяч человек. Было принято решение лидерами митинга о том, что идти на прорыв к зданию Верховного совета. В течение первой половины дня 3 октября произошло несколько митингов в разных местах, куда выезжали мобильные наряды милиции и внутренних войск их разгонять. Они устали, они вернулись в места постоянной дислокации, пообедать, отдохнуть и так далее. И тут люди, собирающиеся на Октябрьской площади, почему-то идут не в сторону площади Ильича, а идут в сторону Крымского моста. Но в том-то и дело, что все резервы выставлены в другой части города или же в местах постоянной дислокации. А на Крымском мосту есть кордон солдатиков со щитами, но от них немногочисленный. А резервов под рукой нет. В итоге заслон на Крымском мосту прорывают сходу. Люди достаточно легко прорывали ОМОНскую цепь. ОМОН бежал. И я помню эти брошенные щиты и дубинки, и каски, в том числе через один из мостов через Москва-реку. На Смоленской площади уже выстроены кордоны. Но то водомёт не сработал, то что-то ещё. Один рывок – и уже внутренние войска смяты. Повстанцы захватывают автомобили. И вот это шествие было достаточно беспрепятственно до того, когда люди подошли к зданию Верховного Совета. Наш народ не допустит узурпации власти. И вы победили! У них есть уже машины захваченные. Они могут таранить заграждения. Они прорываются к Белому дому. Попытка захватить здание СФ. Стрельба оттуда. Люди залегли. Почему потом стали брать здание мэрии? Оттуда раздались автоматные очереди по тем демонстрантам, которые поворачивали к Дому Советов. И вот когда я увидел первых раненых, занесённых в здание Дома Советов, это было третьего числа днём, вот тогда я понял, что идёт фатальное ускорение событий. Оказывается, туда можно войти, потому что здание никем не охраняется. Что случилось? В этом хаосе оказались около здания американского посольства в приулке две роты невооружённые бойцов Софринской бригады внутренних войск. Стрельба есть раненая. Командир Софринской бригады полковник Васильев, чтобы защитить своих бойцов, они оказываются окружены толпой. Он в эфир передаёт… Вы перешли на сторону народа, Крым. Ни в коем случае не применяйте оружие против народа. Как я понял? Это был обманный манёвр полковника Васильева, который спас своих солдат. Ему это удаётся. Он выводит эти две роты. Он спасает своих подчинённых. Но он не знает, что его начальник, старший в районе Белого дома, заместитель командующего внутренними войсками Павел Голубец, он-то как раз и находится в здании СЭВА, что тот воспринимает всерьёз происходящее и на общей частоте обращается к своему начальнику. Софринцы перешли на сторону Белого дома. Я принял решение покинуть здание. И действительно, дождавшись некоторого перерыва между отдельными группами, волнами демонстрантов, идущими по проспекту Калинина, то есть по Новому Арбату, вниз к набережной. Они разбивают эти милиционеры витринные стёкла в здании СЭВА, перебегают в Новый Арбат и скрываются в переулках. Но ведь эти слова глупца слышали все. Начинается повальный милицейский драп. И именно в этих условиях оказалось возможно и занять здание СЭВА, и занять гостиницу «Мир». Чиновника выкинуть на улицу! Мы вошли на площадь, внутрь здания Верховного Совета. Высоко на балконе выступал Рудской, перед которым держали бронежилет. Рядом с ним был Хасбулатов. Как раз Рудской тогда произнес речь о том, что необходимо идти на здание Останкина. Молодёжь, боеспособные мужчины! Здесь в левой части строятся формировать отряды, и надо сегодня штурмом взять мэрию и Останкина. Я говорю, надо идти в Останкину. Требовать в соответствии с законом предоставить возможность выступить посредством массовой информации. А на это депутаты имеют право. Здравствуйте! Первый канал Останкина предлагает вам обзор событий дня. К сожалению, в России он не принёс желанного мира. Правительство России и правительство Москвы обратились сегодня к Руслану Хасбулатову и Александру Рудскову с требованием до 4 октября организовать вывод из здания Дома Советов из прилегающей к нему территории находящихся там лиц. Кого в 1993 году поддерживает телевидение? Я должен прямо сказать, что в этот момент я сохранял уверенность в том, что Ельцин ведёт новую Россию в правильном направлении, ведёт её к нравственному очищению от большевизма, и православную силу вернёт. И поэтому я был на его стороне. Что касается моей позиции, я всё время стоял на том, чтобы и Хасбулатов, и Рудской присутствовали на экране Останкина тогда, когда у них есть для этого потребность. Мы встречали оппозицию подобному взгляду. И была даже такая ситуация, что Ельцин мне лично требовал от меня, не показывая Хасбулатова. Находящийся неудел по указу президента России бывшие народные депутаты сегодня, тем не менее, они провели день в Белом доме. Рудской высказал идею, что будет формироваться группа, которая на машинах отправится в направлении Останкиным для того, чтобы можно было бы пройти на территорию телекомпании и иметь доступ к эфиру. Какое там настроение в этот момент было на площади? Влекующее, жизнерадственное. Было ощущение того, что ситуация качественно изменилась, и то, что восстание имеет все шансы на успех. Небольшое лирическое отступление. Если вы часто смотрите наш канал, особенно наш формат редакции «Ньюз», вы знаете, насколько я всегда внимательно отношусь к случайному русскому символизму, которому полна наша история. И эта история, которую мы рассказываем в частности. Я не могу не упомянуть, друзья, как называются улицы вокруг мятежного дома советов. Вот там идет улица Баррикадная. Там, где высотный дом – площадь Восстания. А здесь улица Дружинниковская, то есть названная в честь дружинников – боевиков первой русской революции. Ну и там еще есть улица 1905 года, когда эта революция собственно и происходила. Именно здесь, на Красной Пресне, в 1905 году происходили самые жестокие кровавые бои. Первые попытки свергнуть царскую власть силой. И среди тех, кто пытался ее свергнуть, было много людей, которые хотели парламента и конституции. Там, кстати, сразу за Белым домом есть горбатый мост. Это такое историческое сооружение. Он, на самом деле, конечно, реконструкция, но оставлен как памятник тем событиям. И вот спустя 88 лет ровно на тех же местах происходит новое восстание, новое столкновение тех, кто за парламент, с теми, кто за жесткую вертикальную власть. И скоро прольется новая кровь. Дальше начался некий период паузы с выступлениями общего политического характера. И дальше начала формироваться та самая группа, которая на грузовиках отправилась к зданию Останкино. У Белого дома празднуют победу. Почти победу. Посылают колонны в Останкино. От Белого дома вот оттуда колонны грузовиков со штурмовиками, направляющимися туда, в Останкино, выезжает на Садовое кольцо. И через несколько минут пересекает Триумфальную площадь. Вот оттуда они едут и здесь заезжают в туннель. Здесь, в районе площади, одно из расположений милиции и внутренних войск, которые, однако, ничего не предпринимают, чтобы эту колонну остановить. Скорее всего, милиция и внутренние войска в тот момент просто не понимают, куда едут люди на грузовиках и находятся в растерянности, потому что, напомню, события разворачиваются довольно быстро. Вот едут куда-то машины, а куда они едут? Ведь теперь задача прикрыть те объекты, которые повстанцы будут штурмовать следующими. А какие это объекты? И только когда офицер с позывным 110-й оказывается в толпе, послушал, узнал, отошёл. Он же не может прямо из толпы достафрацию говорить, что вот так, вот так. Он сообщает, что восстанкино. Как только командование внутренних войск осознаёт, что происходит, оно тут же отдаёт приказ спецназу «Витязь грузиться на БТР и нестись к Останкино». И дальше, по воспоминаниям свидетелей, происходит в какой-то момент совершенно фантастическая сцена, когда две колонны – грузовики и БТР со спецназом – едут параллельно друг к другу. Поскольку в городе хаос, кому тут принадлежит власть, не очень-то понятно, то ни спецназовцы, ни едущие в грузовиках не очень понимают, кто это едет рядом. И на всякий случай все дружелюбно начинают друг другу махать руками. Ну, как бы свои. Хотя что значит «свои» в начавшейся гражданской войне, сказать, конечно, сложно. Дальше спецназ на БТР обгонит грузовики и успеет подъехать к Останкино на несколько минут раньше. Не пройдет и часа, как спецназовцы, которые только что обменивались улыбками и дружескими приветствиями с людьми в грузовиках, получат приказ стрелять по ним на поражение и безупречно этот приказ выполнят. Это Останкино. Давайте сориентируемся на местности. Вот идет улица Академика Королёва, по которой сначала приехал спецназ, а следом грузовики с Макашовцами. Сначала Макашов подъезжает к этому огромному зданию, оно сейчас цветное, тогда было более блеклое, про которое все знают, что здесь находится телевидение. Это знаменитая улица Королёва-12, так называемый аппаратно-студийный комплекс-1 или АСК-1. Макашов подходит к 17-му подъезду. Он один из основных, которые выходят от этого здания на улицу Академика Королёва и пытается вступить в переговоры. Макашов-то, когда подошел к 17-му подъезду и стал требовать ультимативно от меня пропустить его внутрь и допустить к микрофону для выступления на всю Россию, они не понимали, что вещание это идёт из АСК-3. В какой-то момент кто-то из людей, разбирающихся, может быть, это сотрудники телецентра, говорит Макашову, что они стоят не на нужной стороне улицы, потому что информационный эфир идёт не из этого большого здания, а из АСК-3, построенного к Олимпиаде-80. Именно оттуда выходит программа «Время» и все остальные информационные программы Первого канала, которое и тогда, и сейчас такой символ госпропаганды. Макашов и все, кто с ним разворачиваются, переходят улицу и пытаются пройти в здание АСК-3, чтобы, как мы помним, добиться выхода в эфир. Именно в этот момент эфир Останкина отключается. Уважаемые телезрители, в связи с вооружённой осадой телекомпании Останкина мы вынуждены прервать эфир. Как именно пришедшие собираются выйти в эфир, даже если войдут в здание и войдут в студию, никто из них, конечно, не думает, потому что вряд ли там кто-то понимает в сложных телевизионных коммутациях, хотя ничего нельзя исключать, конечно. Интересный момент. И спустя 30 лет тогдашний председатель Останкина Вячеслав Брагин будет утверждать, что отключения эфира не было, хотя десятки, даже сотни свидетельств говорят об обратном. Если где-то спекуляции есть на этот счёт, я этого сказать не могу. А была пауза в эфире или не было паузы в эфире? Ну, я сейчас не могу так определённо сказать. Видимо, какие-то там технические паузы в той ситуации, когда кругом идёт бой, могло там что-то быть, какие-то паузы, но они были чисто быстрыми и техническими. Дальше события разворачиваются молниеносно. Приехавшим, очевидно, надоедает ждать, они решают входить в здание СК-3 силой. Сначала они подгоняют один из своих грузовиков и таранят им большие витринные окна. Потом один из стоявших рядом с Макашёвым достаёт гранатомёт, скорее всего тот, который они захватили в здании мэрии, и стреляет в здание. По одной из версий, в результате этого выстрела убит рядовой спецназа Николай Ситников. В уголовном деле всячески пытались утверждать, что не было первого выстрела из гранатомёта. Что выстрела из гранатомёта вообще не было. Даже вопрос для эксперта о причинах смерти бойца Ситникова был такой, что не от гранатомёта или не от попадания из гранатомёта он погиб. Разумеется, эксперт написал, что не от попадания. Его бы разорвало к чертям. Ага, пишет следователь, значит, гранатомёта не было. Всё так Ситников погиб не от того, что в него попала граната. Ему между бронежилетом и шлемом полусферой попал осколок части хвостовика от этой гранаты. Вот так подменой вопроса экспертам расследуются некоторые уголовные дела в правильном направлении. Из гранатомёта произошёл выстрел, но он произошёл на улице, и мы нашли, где, куда это прошло. И куда? А в землю. Вдоль этой самой, вдоль… Тротуара. Вдоль здания, да. Не было этого. И это категорически доказано. Со стороны вот тех, кто приехали с Макашовым, никто туда не стрелял. Не стрелял. Следователь Прошкин сменил версию. Да, выстрел из гранатомёта был, но граната не попала в здание. Попала-попала в стене как раз напротив входа. После выстрела из гранатомёта бойцы «Витязя», которые заняли позиции в зданиях телецентра, в том числе и вот в этом двенадцатиэтажном, получают приказ – огонь! Вся улица Королёва перед ними как на ладони. Мы слышали эту стрельбу, и мы прекрасно понимали, что стрельба идёт не со стороны восставших, а она идёт по ним. У нас на группу был один автомат, у нас на группу был один щит, как сказали, из «Титана», но я не думаю, что из «Титана», но какой-то такой усиленный щит для того, чтобы можно было бы выдерживать в том числе ведение огня стрелкового оружия, когда относительно недалеко от нас раздались звуки проезжающей колёсной техники. Двое из нашей группы, мужчины, они сбежали, сбежали, правда, недалеко, чуть позже они смущённые вернулись, но очевидно, что люди испытывали в том числе и страх. Началась стрельба из автоматов, и я видел эту всю картину побоища на площади и павших людей, и усыпанное всё это пространство площади уже телами раненых, убитых, разбегающихся, ползающих людей в этой трагической ситуации. Потом толпу рассеяли и за людьми уже охотились в парке. А когда бронетранспортеры ездят и стреляют, и всё ниже и ниже опускаются трассы, понятно, что не все прячущиеся в темноте среди деревьев выживут. В темноте бронетранспортеры преследуют людей в Останкинском парке? Не то чтобы преследуют, заезжать на территорию парка им как-то странно, но стреляют по людям – это да. Я попался в луч прожектора бронетранспортера. Я знаю, что бывает после этого, так что я быстренько упал из этого луча в канаву с водой, а очередь пришлась на ни в чём не повинный квасной ларёк. Я решил, что больше я туда не пойду, что на сегодня моя работа закончена, но не все так быстро бегают и падают. Десятки человек там погибли, совершенно не планировавших этого. Поразительная вещь, которую я осознал, только снимая этот выпуск. Бойня у Останкина не закончилась за несколько минут. Стрельба здесь продолжалась долгие часы, но, правда, не такой интенсивности, но тем не менее выстрелы звучали до утра. И последний – убитый. Убит здесь в районе четырёх часов утра 4 октября, спустя примерно десять часов после того, как макашовцы сюда приехали. И, как и многие из жертв того дня, это был совершенно случайный человек. Уже утром 4-го числа тракторист, который ездил, убирал, и в него кто-то из этого самого издания выстрелил. Единственный телеканал, который после штурма Останкина продолжает эфирить – РТР. Из студии на 5-й улице Янского поля идёт спецвыпуск в поддержку Ельцина с приглашёнными звёздами и журналистами. Я предлагаю никуда не ходить и никого не защищать. Наш дом – это наша страна. Она действительно большая, больше, чем 4 квадратных километра. Вот посмотрите, мы здесь все собрались. Дайте общий план. Мы все сидели в разных компаниях, выпивали. Мы сразу созвонились и приехали сюда, чтобы просто посмотреть вам в глаза. Давайте вот сейчас посмотрим друг друга в глаза, попытаемся улыбнуться, как бы это ни было тяжело, и спокойно ляжем спать. А завтра разберёмся. В ночь с 3-го на 4-е происходит знаменитый эфир, в ходе которого Александр Любимов и вы говорите, что не надо москвичам выходить на улицу. Хватит входить в какую-то страшную кровавую истерию. А перед этим прозвучал призыв Гайдара выходить на улицу. Мы призываем тех, кто готов поддержать в эту трудную минуту российскую демократию, прийти ей на помощь, собраться у здания Моссовета. Мне сдаётся сегодня, что это популизм. Я вас призову и начнём воевать. В этой ситуации, когда уже звучат выстрелы – это ничего. Странно называть людей, когда уже на улице стреляют. Да. Для меня это популизм. А что бояться? Гораздо страшнее жить во лжи. Вот так вот мы жили во лжи, допустим, несколько лет. Вот это гораздо хуже – жить во лжи. Люди, вышедшие к Моссовету в ночь на 4 октября, оказались в какой-то степени персонажами русской литературы, лишними людьми. Жандармерия своим огнём уже всё сделала. А они оказались нужны для того, чтобы осветить работу жандармерии. Они были вполне искренни. Они действительно были готовы защитить демократию. Проблема в том, что у этой демократии уже были другие защитники. Я понимаю, когда в 1991 году вы обращаетесь к народу, к ГКЧП, но когда вы два года у власти и что-то вы в итоге за два года не можете договориться или убедить население в вашей политике либо силовыми структурами, сейчас опять власть призывает народ, и вот мне показалось это не очень правильно. Хочу поделиться своими личными воспоминаниями. Мне в октябре 1993-19 лет я работаю на Пушкинской площади на одной из первых музыкальных FM-радиостанций. Она называется «Радио Максимум». Располагается вот здесь, в здании газеты «Московские новости». То здание уже снесено, это новодел, но стояло оно прямо на этом месте. А в «Московских новостях», потому что эта газета была одним из учредителей этой радиостанции. Я тогда помню, что мы рассказывали новости каждый час, даже два раза в час. Разумеется, все новости были про события в Москве. Я помню, что объявили комендантский час, поэтому я приехал на работу заранее, чтобы работать всю ночь. И ночью, когда я подходил к окну и смотрел сюда, на здание газеты «Известия», на Пушкинской площади, я видел совершенно феерическую картину. Погашенный свет, а здесь самый центр города, здесь всегда движ. Совершенно темная и пустая площадь, ни одного человека. И откуда-то то здесь, то там доносятся автоматные очереди. Картина, конечно, страшная, но когда тебе всего 19, когда ты на адреналине, а я помню, что я был на адреналине, тебя по-настоящему сложно напугать. Я, конечно, был совершенно заворожён этой картиной. Кстати, те, кто после призыва Егора Гайдара вышли на улицы, они собирались вот тут, буквально за углом на Триумфальный, у здания Моссовета. Там даже начинали строить баррикаду. Сегодня Ельцин Борис Николаевич должен применить всё, что есть в его распоряжении, в смысле сил безопасности, Министерство внутренних дел, для подавления применения силы со стороны фашистов, экстремистских, бандитских формирований, собранных под эгидой Белого дома. Вот сейчас, спустя 30 лет, вы бы повторили такой вординг? Дело в том, что следующую часть моего выступления отрежали. Это была только часть выступления. А там была ещё и вторая часть, в которой я говорил о причинах. Я говорил о том, что в Уголовном кодексе есть статья «Доведение до самоубийства». То, что произошло в нашей стране – это доведение до брата убийства. И мы обязаны с вами это расследовать, чтобы оно никогда не повторялось больше. Ну, вот эту часть моего выступления отрезали. Вы вспомните телевидение. Я до сих пор помню, там, вечером, до расстрела Белого дома, там, Илья Ахизакова с перекошенным лицом по телевидению. Ну, эту красную, значит, надо разогнать, расстрелять и всё прочее. Друзья мои, проснитесь, не спите. Сегодня ночью решается судьба несчастной России, нашей несчастной Родины. Наша несчастная Родина в опасности. Не спите. Нам грозят страшные вещи. Опять придут коммунисты. Даже вся наша хвалённая либеральная общественность, что нужно силовым методом поставить точку. Они видели в Верховном Совете непредставителей народа, которые шли без каких-либо партийных окрасок, которые шли как самодостаточные люди, убедившие десятки тысяч своих избирателей в видении будущего России. А Верховный Совет тоже благодаря пропаганде превратили в какое-то сосредоточение консервативной, красной, там, большевистской идеи. А это было далеко не так. Там масса грамотных, профессиональных людей, которые хотели, основываясь на демократических принципах, менять государство, менять этот строй. Как вы себе представляете, какой акт оформляет победу Верховного Совета? Ну, они уже назначили, отменили старого президента, назначили, но они уже победили? Похоже, что нет. Ну, вот съездили к Останкино. Предположим, развивается это по-другому. Они прорвались в Останкино. Они там, значит, что-нибудь поповещали. В это время из резервной студии РТР идёт совершенно другая информация. Ну, к чему это ведёт? О военных силах колебания. Через последовательность более-менее реальных каких-то действий это прогнозировать, получается какое-то столкновение. Почему 4 октября было рубежным сроком? Многие уже забыли. 4 октября истекал ультиматум регионов Сибирского соглашения. Когда руководители регионов всех регионов Сибири сказали, «Если до 4 октября не будет разблокирован съезд народных депутатов, все органы власти не приступят к нормальной работе и президент, и съезд, и Верховный Совет, мы останавливаем движение Транссибирской магистрали». Вот что должно было быть 4 октября. Почему было понятно, что всё решится до 4-го. Решилось. 4 октября с раннего утра начался штурм цитадели противников Ельцина, Белого дома на Краснопресненской набережной. Кто принимает решение о начале непосредственно штурма? Кто отдаёт приказ? Ельцин? Интересный вопрос. Я никогда не задумался. Понятно, что с военными общался Ельцин. Известна же история, что Грачёв не сразу соглашается и требует письменного приказа Ельцин. Я его понимаю. Ельцин даёт письменный приказ. Вы понимаете, что вы протратите? Вот это я не помню. Вряд ли бы он обиновался какими-то соображениями о безопасности по этому поводу. Но поскольку всё это изменилось, то я думаю, что да. Он просил письменное указание Ельцина. Он ему не дал. Чем остался тоже не очень доволен Ельцин. Но Грачёв выполнил. Ну а дальше, по всей видимости, офицеров, которых нашли, были обещаны какие-то там льготы. Он сам и под его контролем это было всё сделано. Грачёва я имею в виду. Он присутствовал, он стоял рядом с танком, который стрелял туда. Контролировал. А где вы были в момент обстрела? Я был в своём кабинете. Голова лопается и думаю, да я пойду в душ схожу, потому что не спал всю ночь. Это всё мрак. Я встаюсь за стола и пошёл в комнату отдыха. Начал эту делацию. Открываю дверь. Мрак. Вот там, где стол мой стоял, где я сидел, его нет. Щепки. Снаряд прилетел туда. Взорвался снаряд. Представьте себе интерьер кабинета, в котором взорвался снаряд. Всё. Теперь всё ясно, чем это всё закончится. Какая в этом была необходимость? Очень много рассказов, что это были болванки, или это всё-таки были боевые снаряды. То, что вы видели? То, что я видел, казалось, что это болванки. Честно могу сказать, что попадали в окна. Естественно, там был какой-то трын, что-то такое. Но чтобы это был снаряд с каким-то определённым взрывом… Я этого не видел. Но гореть-то горело. Сейчас говорят и болванки, но если эти снаряды пробивали стены, если внутри горело всё, и лежали там люди раненые, убитые. Они же не сами себя стреляли. Многие утверждали, что танки в Белый дом стреляли только болванками. Но вообще установлено было, что танки стреляли и боевыми снарядами тоже. То есть это можно считать фактом – танки стреляли боевыми? И болванками, и боевыми. Стреляют по верхним этажам здания. Да, там происходят взрывы, там происходит пожар. Там нет людей в это время. Люди находятся в стилобате здания на первых этажах. И, слава богу, этот огонь не привёл к массовой гибели. У нас нет свидетельств о том, что кто-то от этого погиб. Но, безусловно, это было очень мощное психологическое воздействие. Я умоляю боевых товарищей, кто меня слышит, немедленно на помощь в стане у Верховного совета. Если слышат меня летчики, поднимайте боевые машины. Эта банда засела в Кремле и в Министерстве внутренних дел, и оттуда ведёт управление. Зачем вы призывали летчиков поднимать боевые машины и бомбить Кремль? А что делать оставалось? Как людей с постели? Люди гибнут, я же вижу на глазах. А что делать? Сдаваться. Куда сдаваться? А кто предложил сдаваться? Не было предложения сдачи? Не было абсолютно. Да и, вы знаете, в этой обстановке сдаваться неприемлемо, потому что ты тем самым ставишь на своём будущем крест. Ты предатель, то есть ты пошёл сдаваться. Даже в Афганистане я в плен попал не с лица того, что я пошёл сдаваться. Можешь потрогать? Вот она дыра в черепе. Спасло единство, что осколок не так рубанул по голове, а плашня. Мой товарищ Николай Павлов даже говорит, «Семя Николаевич, ну ты вот в Афганистане был, ты скажи, вот если снаряд пролетит и взорвётся, что нам делать?» Я говорю, если взорвётся снаряд, надо подождать, пока пыль осядет. Говорит, а если мы будем пылью этой? Я говорю, тогда и вопросов не будет. Вы тоже лежали на полу? Конечно, потому что обстрел был очень жёсткий. Очевидно, что нет единого штаба, нет координации разных подразделений, пришедших в Москву. Нет общей чистоты, на которых бы координировалось действие всех этих частей. Это, кстати, и приводит к дружественному огню гибели десятков силовиков 4 октября. Танки, те танки, которые стреляли по верхним этажам Белого дома, они тоже не имели связи на общей чистоте. Очевидно, что был некий хаос. Сначала панический хаос и паралич, а потом хаос тех, кто испугался собственного испуга. Что нам известно об этих танках и этих танкистах? Это обычные военнослужащие или это какие-то специальные люди? С одной стороны, это очень обычные военнослужащие из Наро-Фоминского гарнизона. С другой стороны, если мы говорим о малой гражданской войне 3-4 октября как участие цепи событий, цепи войн, которые происходили в России, то они потом ещё сыграют свою роль. Среди находившихся в экипажах танков были Жуков и Крюков. Потом их фамилии окажутся среди танкистов, взятых в плен в Грозном 26 ноября 1994 года. Когда нанятые Федеральной службой контрразведки в подмосковных гарнизонах танкисты на 40 танках, изображая чеченскую оппозицию, должны были добиться свержения Джохара Дудаева. Я бы хотел передать привет всем своим родным, чтобы они не волновались. Я живой теперь у своих, нормально всё. Так что слова о том, что танки в Грозной 1994 года въехали с улиц Москвы 1993 – это не только фигура речи. Ещё немного личных воспоминаний. Утро 4 октября я встречаюсь здесь же, в здании московских новостей, на радиостанции, где работаю. Залпы танков отлично слышны, стёкла трясутся. И моё главное воспоминание заключается в том, что мы тогда все смотрели CNN, который вёл прямую трансляцию. И это был, кстати, один из пиковых моментов славы этой телекомпании. Потом про это в профессиональных кругах очень много говорили. Была даже теория заговора, что CNN заранее знали, что Белый дом будут расстреливать и расставили в нужных точках камеры. Но, скорее всего, конечно, они заранее готовились, что какие-то события будут. У них просто ещё на Кутузовском проспекте был офис, буквально напротив Белого дома. Я приехала работать в Москву начальником корпункта CNN как раз в 1993-м. Как вам технически удалось транслировать штурм Белого дома в прямом эфире? Сначала мы работали непосредственно в самом Белом доме. И у нас была тарелка для передачи данных в прямой эфир прямо на крыше здания. Мы там и остались бы, если бы не ночь перед штурмом. К нам с оператором подошёл военный возраст. У него было оружие, он направил его на меня и сказал, я хочу выступить в прямом эфире CNN прямо сейчас. И я сказала, у нас батарейка села в тарелке, надо сходить на крышу и поменять её. Наверное, он был не совсем трезвый. Но тогда мы поняли – это российский конфликт, мы – американцы, мы не участвуем в этой истории, мы просто за ней наблюдаем. И мы решили освещать события, не будучи внутри. У нас был офис на Кутузовском проспекте, его окна выходили на Белый дом. Камеры, по-моему, у нас были в гостинице «Украина» и непосредственно на месте событий. Так мы и передавали картинку. Смотрел на те картинки, которые показывал Сейн, как и все остальные. И, конечно, поступала информация о куче зевак, которые там собрались, и они были видны, и было видно, как в них попадают. И среди них было много жертв. Бронетранспортеры открыли огонь по палаткам, по кострам, около которых люди сидели. Огромные толпы, высыпавшие на улице Москвы, толпы зевак, при том, что московская милиция не смогла предотвратить их выход в окрестности Белого дома. Вот в этих толпах люди и ловили случайные пули. Вокруг Белого дома толпилась куча людей, но было непонятно, сколько из них поддерживает администрацию президента, а сколько поддерживает тех, кто внутри Дома Советов. Мне кажется, они просто хотели узнать, что происходит. Людям интересно просто посмотреть. Люди всегда приходят просто посмотреть. Мы, собственно, наблюдали с вами это в Ростове 24 июня текущего года. Это Россия. Просто полюбоваться, что происходит. Но вы сами понимаете, это очень частое явление, когда люди просто так вот выходят и на это смотрят. Едва ли не треть из общего числа погибших – это вот такие зеваки, которые вовсе не собирались становиться участниками событий, а надеялись быть только наблюдателями. Но что касается зевак, то моё главное воспоминание того утра, что город в целом за пределами того пятачка, где разворачивалась гражданская война, жил своей обычной жизнью. Все, конечно, обсуждали происходящее, но в целом это был понедельник, открылись офисы, люди вышли на работу, работало метро, магазины. И подавляющим большинству людей, которых я видел вокруг себя, в тот день было совершенно всё равно, что происходит. Многие были обеспокоены, но не так, чтобы сильно нервничали из-за этого. Я, например, помню, что мои родители тогда жили на даче по Минскому шоссе к западу от города и собирались утром в понедельник ехать в город. И я понимаю, что их дорога может привести к Белому дому, а в эфире, помню, сказал, что не надо, если кто-то едет с запада Москвы, въезжать в город по Гатузовскому проспекту. Я думал тогда про такие бытовые мелочи. Не было ощущения, что на твоих глазах совершается важнейший момент в русской истории. Хотя, думаю, мы и сейчас все можем понять, что когда оказываешься лицом к лицу с историческим событием, сложно осознать его масштабы в моменте. это бывает. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят. Я тебя умоляю, Валера, но ты понимаешь, ты же верующий, на тебе же будет грех. 4 октября, вот утром, когда я ехал в здание Конституционного суда на Ильинку, раз встретил Аушева Руслана Султановича, и как раз уже начали стрелять по Белому дому из танков. Мы приехали в кабинет Зоркина. Что делать? Стреляют. Мы пытались связаться с Борисом Николаевичем Ельцином. Не получалось. И решили остановить это кровопролитие в центре Москвы. Я предложил, давайте мы как переговорщики сейчас приедем, хотя бы на время остановим эту бойню. Все согласились. Ну, как ехать? Стреляют. Никак не могли дозвониться до министерства обороны. Тут я посмотрел на занавески. Мы были в кабинете Зоркина Валерия Ильинича, председатель Конституционного суда. А это старое Цыковское такое здание. Там вот занавески, металлические такие прутья, и белые такие занавески висели. Я на подоконник залез, выдернул занавеску. Руслан Ауш говорит, что делаешь? Я говорю, мы же парламентеры, надо с белым флагом. И вот с этой занавеской из кабинета председателя Конституционного суда мы спустились вниз. У меня стоял одиннадцатиметровый чёрный линкольн, который потом обстреляли. И вот доехали мы до танков, обогнули танки с белым флагом на капоте чёрного линкольна. Танки перестали стрелять. Мы вышли с белым флагом и через несколько заграждений подошли. Со стороны набережной? Да, со стороны набережной. Ко второму подъезду мы подошли, начали кричать наверх. Рудскому депутатам не стреляйте. Потом вот парламентеры пришли, где мы с Саушевым заходим с белым флагом. Конечно, там всё было разгромлено. Там раненые в кабинет попали мы от Руслана Хасбулатова. Он сидел так немного в стороне, какой-то вот отрешённый. Трубку курил, даже как-то не реагировал. Олег Румянцев, он сидел на полу с телефоном, такие вот переносные, и пытался дозвониться до Ельцина. Мы видели всё то, что творилось вокруг Белого дома. Это стрельба по живым мишеням, когда на моих глазах убили несколько человек. Это пахнущие буквально кровью бригады, которые бегали и добивали людей. Дозвонился он до Олега Лобова, секретарь Совета безопасности. И он говорит, Олег Иванович, вот субъекты пришли, вот Кирсан, Руслан, «Президенты республик, не стреляйте, скажите что-то там». Ну а оттуда что-то Лобов ему говорил – покидайте, покидайте там здание. Защитники Белого дома стреляли мало. Если смотреть огневую мощь одной и другой стороны, вероятно, всё-таки, если и были убитые и раненые от выстрелов со стороны Белого дома, то таких было мичтожное меньшинство. Из тех стволов Белого дома, которые были изъяты, по всем проведенным были экспертизы, и ни один из людей вокруг Белого дома не был убит из оружия, которое было из Белого дома. Ни один в дивизии Зыржинского. У них там есть большая территория, где они учения проводили. И туда приехал Борис Николаевич. И ему кто-то из руководителей, то ли командир дивизии, то ли кто, сказал, что вот от нас следствие, прокуратура, требует наши стволы, их чтобы отстрелять, и проверить они из наших ли стволов. И нам была дана категорический запрет отстреливать оружие внутренних войск, которые штурмовали Белый дом. Когда следствие запросило представить оружие военнослужащих, кто был в оцеплении Верховного совета, внутреннее войско МВД, не дало это оружие на проведение экспертизы. Изъята хоть одна снайперская винтовка? Нет. Тема снайперов была. Понятно, что никаких снайперов я видеть не мог, но я внимательно смотрел документы по жертвам. Абсолютное большинство из них были защитники Дома Советов или люди, которые просто оказались Дома Совета, потому что если у тебя нет карабина или автомата, или винтовки, какой ты защитник, ты просто там находишься. Что ты можешь сделать против тех, кто на тебя идёт с оружием? Мне было 13 лет, когда отца убили. И в 14 мне исполнилось тот день, когда мы его хоронили. Когда возникла тема, что в противостоянии парламента и президента вокруг печально знаменитого указа 1400, патриарх планирует совершить молебен перед иконой Владимирской Божьей Матери в Елоховском соборе в Москве, отец решил, что он должен получить этот материал. Он должен снять этот материал. В общем, он нашёл билеты, нашёл камеру и поехал. 3-го числа он был уже в Москве и снимал этот молебен. Он был вместе со своим приятелем Борисом Александровичем Куркиным. Они вместе путешествовали по бунтующему городу. И в момент, когда его достигла пуля снайпера, он тоже был вместе с Борисом Куркиным. Отец, по сути, снял свою собственную смерть и на этой точке поставил такой восхитительный знак своей земной судьбе. Были сотрудники, которые остались сотрудницей. Буфет же работал, столовая, врачи, медсёстры. И ему человек сто, наверное, собрали, кто хотел выйти с нами. Я был очень раздавленный, подавленный. В 30 лет я даже не ожидал, что в центре Москвы будет. Я ещё весь избитый был, пока мы туда проходили. Кто-то пинал нас, мы же сквозь толпу проходили, и обратно. Там стояли, интересно, вперемешку и солдаты, и ОМОНовцы, и какие-то боевики. И когда я домой приехал, не домой, а к своему однокурснику, афганцу Саиду, он говорит, а что ты там в крови? Рубашку снял, я весь от пяток до головы был в этих кровопотёках. Кто конкретно вас был? А мы же шли туда, кто-то пинал, кто-то прикладом толкал, кто-то ещё. А мы же на эмоциях были. Я был на эмоции, но неожиданно, 4 октября, солнце светит, ярко солнце светит. Идут из танков, пуляют по парламенту. Что мы знаем? Альфа пошла на штурм только после того, как бойца Геннадия Сергеева поразила пуля снайпера. Ну, пуля снайпера поразила Геннадия Сергеева, когда подразделения спецназначения на технике внутренних войск были выведены к самому Белому дому. И вот там-то их начали поливать. Сергеев действительно был убит пулей. Винтовочной пулей. Откуда? Из какого оружия? Начальная военная подготовка была у всех. Кроме винтовок эти пули используются в пулемётах ПК. Пулемёт Калашникова. Именно из такого пулемёта вели огонь с одного из верхних этажей здания СФ, находившиеся там бойцы ОМОНа Санкт-Петербурга. У них не было связи на общей частоте. Они поливали из пулемёта технику, в которой находились альфовцы. Те не знали, как это прекратить. Это прекратилось, когда офицер с позывным 110-й был послан с рацией туда, в здание, чтобы наладить взаимодействие. С вами будет говорить подполковник группы «Альфа». Но к тому моменту Сергеев уже погиб. Так что штурм начался далеко не с этого. Или они сдаются, или через час группа «А» и группа «Вымпел» берут здание штурм. В памяти народной «Альфа» и здесь, как в 1991 году, очень не хотела участвовать в событиях. Нет, они выполняли приказ, только не старались выглядеть первыми учениками, понимая всю сложность положения. При зачистке здания они и вели переговоры с руководством парламента, мятежников, повстанцев, как хотите. И потом, зачищая, то есть скрывая кабинет за кабинетом в здании, в общем, старались быть сдержанными. Я был у Хазбулатова и Рудского, когда к нам провели главного переговорщика, вот этого офицера «Альфы», который сказал, что вот мы готовы организовать выход всех защитников, чтобы вы все разъехались по домам. Мы на себя берем эту ответственность. Но надо выходить, потому что иначе будут гибнуть люди. И было принято решение. Рудской, конечно, настаивал, чтобы с документами и с аудиозаписями, с видеозаписями, которые подтверждали, что со стороны Верховного Совета не было никаких активных агрессивных действий, чтобы с этими материалами ехать и скрыться в посольстве Индии. Хазбулатов сидел достаточно флегматично, на все это смотрел. Все были спокойны. Ну, только Александр Владимирович, он человек порывистый у нас. А Хазбулатов нет. Он молча говорит, ну как. Мы дали согласие на выход. Я, как гражданин России, еще раз говорю, я на курок не нажимал. Как вы оцениваете действия группы «Альфа»? Как я оцениваю, как порядочные. Потому что и «Альфа», и «Вымпел» могли себя повести по-другому. Как вот эти вот кретины в останки на себя повели. Они сделали все возможное и невозможное, чтобы не пролилась кровь. Вышли на контакт, вышли на меня. Я говорю, ребят, никаких проблем, входите в здание. Здравствуйте, заходите. Подбили из пушек, заходите в тот зал. Раненых мы отсюда вынесли. Ну а дальше, соответственно, я сдал свой наградной пистолет. Уже «Альфовцы»? Да. Как они общались с вами? Нормально. Уважительно? Ну конечно. Зашли офицеры «Альфы», стали организовывать выход и попросили руководство в лице Хасбулатова, Воронина, меня там, которые вот у Президиума стояли, чтобы мы здесь остались. Народ выходит. В этот момент человек, который охранял Воронина Юрия Михайловича, поворачивается к нему, а мы стоим рядом и говорит, Юрий Михайлович, мне эта ситуация не нравится, потому что вот сейчас здесь оставят только руководителей Дома Советов, свидетелей не будет. Что здесь дальше произойдет, свидетелей не будет. Воронин ко мне поворачивается, что делаем? Я говорю, выходим вместе со всеми. Тут не надо оставаться, я согласен. И, пользуясь тем, что нас не держали насильно, мы развернулись и пошли вместе со всеми на выход. И, как оказалось, мы были правы, потому что всех, кто там был остановлен, их всех потом увезли в Лефортово. А мы вышли… Как ваше мнение о том, что здесь происходило? Происходила агония российской демократии. Бывшие советские офицеры видят, что это депутаты Верховного Совета, у нас нет оружия, мы не оказываем какого-то сопротивления. Ну, поставили меня к стенке, ну, били, молотили прикладами. И больше всего их бесило, что я стою и улыбаюсь. Они говорят, ты что, сука, еще улыбаешься? А я, ну, сморозил, говорю, а что, мне плакать, что ли? Я не вспоминал всю свою жизнь. Но я… Вот что меня успокаивало, что мне в тот момент придавало силы, я подумал, что у меня уже есть трое сыновей, и на мне рот не пресечется. Вот это мне дало силы. А кто вас избивал? Кто это были? Ну, офицеры, которые получили приказ меня ликвидировать. Но их начальник, очевидно, у него были другие представления о том, кто прав, кто виноват, он дал приказ меня присоединить к остальным задержанным. И потом меня отправили на Петровку 38 в камеру предварительного заключения. Камера номер 20. Почему вы сравниваете действия победителей после 4 октября с эскадронами смерти в Латинской Америке? Я об этом вспоминал по горячим следам сразу моему старшему товарищу Станиславу Говорухину, который это всё отразил в своём небольшом, очень документальном эпизоде под названием «Час негодяев». Какой-то военный схватил меня, несколько раз нанёс удар в пах, рванул в аккордку, плюнул в лицо два раза. Я увидел уже в этой тьме, ну, вот здесь, в метрах, наверное, в пяти, там лежал труп. А уже темно уже, да? Вот здесь, да? Где-то в десять метрах в пяти отсюда лежал труп. Угу. Вот здесь. Ну, где вот он? Ну, вот где палка, наверное, эта? Вот так. Да. Там лежал труп. И когда он на несколько ударов плюнул, передёрнул затор, «Иди сюда, сука, прощайся, прощайся с жизнью». Он дал очередь поверх головы. Возможно, руководителям Верховного Совета в этом смысле даже повезло. Их не избивали в подворотнях, а ещё до того увезли на автобусах в Лефортово под охраной группы «Альфа». Правильно. Официальное число погибших, как известно, 158 человек. Считаете ли вы это реальное число? Это ложь. Почему вы так считаете? А не только я так считаю, вы понимаете. Ну, я затрудняюсь точное число назвать очевидцев, которые это говорили. Но более десяти человек видели, как грузили на баржи трупы на Москве-реке. Ведь эта вся территория была отцеплена трое суток, туда вообще никого не пускали. Выгребали всё оттуда. Я встречался с человеком, который участвовал в погрузке трупов на одну из этих барж. И что этот человек сказал? Он сказал, что да, они выполняли приказ, и эти баржи ушли за пределы Москвы. Но вы своими глазами этого не видели? Нет. Поэтому я не верю в цифры официальные, но я говорю, что других цифр никто никогда не сможет вказать. А на чём основаны сомнения в реальности этого числа? На паре свидетельств о том, что якобы из Белого дома выгружали ночью на баржу тела погибших и куда-то увозили. При попытке разобрать этот сюжет выясняется, что это было ночью, с неудобного ракурса наблюдено чуть ли не через театральный бинокль. Ещё одно свидетельство о якобы уничтожении тел в подмосковных крематориях. Крематории работали, не останавливаясь, более двух недель. Это свидетельство проверял мой коллега Олег Орлов. Обходя вместе с человеком, сообщившим эту информацию, эти крематории и в тех же самых журналах учёта, в которых якобы были сведения в этих дополнительно сожжённых сотнях тел таких записей не было. Очень много раненых, очень много раненых. Вот тут я могу сказать, что очень много раненых у нас не были признаны потерпевшими. И вот по какой причине. Когда они ранены, они постарались уйти домой, уехать домой как-то и там лечиться, потому что опасались, что их привлекут за участие в этих боевых действиях. А обрубить концы, тем более в отношении тех людей, которые прибыли в Москву, то есть не москвичей, очень легко. Поэтому цифру вот вы назвали – 153, кто-то говорит – 120, 125, 153 – далеко за тысячу. И знаете, у нас нету в этой информации места для какого-то сокрытия тел. Более того, если за 30 лет не стало известно о личностях каких-то людей, исчезнувших в то время, исчезнувших в Москве. Ведь если человек поехал в Москву защищать парламент, Советы и так далее, наверное, кто-то про это знал, скорее всего знал. Это среда, очень интенсивно общающаяся среди себя. Информации о том, что кто-то исчез тогда, нет. Так что общее число погибших, включая силовиков, более 170 человек. Но не полторы тысячи. А куда делись баркашовцы, о которых так много говорилось всё время? Есть миф, что баркашовцы были чуть ли не провокаторами. Их куда-то вывели. Одновременно есть миф о массовых расстрелах. Так вот, среди действительно расстрелянных молодых людей, пытавшихся уйти от Белого дома, есть несколько баркашовцев. Большинство своевременно и организованно ушли. Но, вероятно, люди, которые больше думают про войну и больше думают про себя как участников этой войны, иногда поступают более осмысленно, в том числе и вовремя отходят. Но ничего фантастического с баркашовцами там не случилось. Когда Русского арестовывали, он был близок к самострелу. И разговаривая в крайне эмоциональных тонах, я буквально уговорил его не делать этого. В итоге он оказался жив и здоров, отсидел в Лефортово, а потом по амнистии вышел. Меня и ещё двух следователей повезли в следственный изолятор ГБшный. В Лефортово? В Лефортово, да. Нас трёх завели, дали по кабинету. Первым прошёл Хасбулатов еле-еле ползком. Потом Русской прошёл довольно бодро. Как прошли ваши месяцы в Лефортово? Вы знаете, там в Лефортово очень хорошая библиотека. И что вы читали? Я читал Густава Лебона, Ильина, Воскресенского. Много чего я читал. Дело в том, что в советское время на этой литературе стоял Гриф к чтению не выдавать. А потом ко мне привели Макашова, Альберта Михайловича. Так, и в каком он был состоянии? Он был в совершенно таком офицерском состоянии. Он, значит, к происходившему высказал, что это госпереворот произвёл Ельцин. На допросах говорил. Но о деталях происходившего он категорически ничего конкретного под протокол не говорил. Хотя разговаривали мы с ним довольно хорошо. И я часто к ним уходил. А почему не говорил? Как он это объяснял вам? Он считал, что они ни в чём не виноваты. Ни в чём не виноваты. В Лефортово сидельцы проведут четыре месяца. В феврале 1994-го их решено амнистировать. Заодно, кстати, амнистировали и членов ГКЧП, которые сидели ещё с 1991-го. Дело о событиях 1993-го формально будет открыто ещё два года и окончательно закроется в сентябре 1995-го. Как вы считаете, почему Ельцин вас помиловал? Не он помиловал. Это решение Думы. Это решение Думы. Это не Ельцин. А потом ещё и, вы думаете, чувство сострадания или признание своей вины? Нет. Это трусость перед тем, что будет суд. Суд. И те даже материалы следствия, которые проведены, они достаточны для того, чтобы обвинить Ельцина в том, что он совершил государственный переворот. Амнистия-то она была не в отношении событий, а в отношении конкретных людей. могли быть найдены ещё люди, которые не были привлечены. Их надо было бы тоже привлечь, а потом прекращать по амнистии. Погибшие люди в этих событиях. Их ведь кто-то застрелил. Кто-то застрелил. А к ним ни амнистия, ни обвинения не прошло. Но они, так я понимаю, не установлены следствием? Совершенно верно. Я про это и говорю. Я про это и говорю. То есть вам кажется, что следствие просто не доведено было до конца? Да. Да. Уголовное дело, расследовавшееся в отношении массовых беспорядков в Москве, которое вела генпрокуратура, было закрыто в 1995 году без установления каких-либо причин и виновных. Второе дело, которое менее известно, и которое, наверное, тоже где-то ещё лежит под грифом. Это дело, которое вела главная военная прокуратура. Думаю, что его материалы не скоро будут рассекречены. Насколько я знаю, даже дело основной прокуратуры было засекречено на 30 лет, и только в 1923 году истекает срок этого грифа. Мы, выходя из горящего дома советов, призвали не брать автомат и отвечать на государственный переворот Ельцина оружием, а идти на выборы, хотя они объявлены незаконно, и отвечать на переворот голосованием. Вот наша позиция была. Спустя полтора месяца после расстрела Белого дома проходят выборы в Первую Государственную Думу России. Депутатами тогда становятся люди, которые останутся в политике не только в Ельцинское, но и в путинское время. В том числе Элла Памфилова, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Когда парламент был создан, мы образовали фракцию, мы выиграли выборы, участвовали в выборах. Мы в первые же дни внесли проект о создании парламентской комиссии, проведении парламентского расследования. А дальше администрация президента, чтобы избежать этого расследования, она договорилась с коммунистами, жириновцами, не говоря уже о демвыборе, который там был, именно всё это и хотел реализовывать, о том, что давайте сделаем так, не будет никакого расследования, а мы всех выпустим. Нас на выборы не пустили, и наши голоса Российского Общенародного Союза ушли как протестные. Часть к Жириновскому, часть к Демократической партии. Потом вы три раза избирались в Государственном Думе? Я был депутатом 1-й, 2-й и 4-й Государственной Думы. Трижды. То есть, получается, ельцинский режим вас потом не преследовал уже? Что значит ельцинский режим? Конечно, ельцин, например, снял мэра города Омска, Шойхита, за то, что меня избрали депутатом. Но тогда ещё выборы были достаточно честными. И народ проголосовал за меня, чтобы подчеркнуть, что Бабурин был прав. Почему я и на выборы пошёл? Сказать, да, я вот такую позицию занял против Ельцина. Я был на защите Дома Совета. А Борису Николаевичу у меня отношения были, конечно, очень тяжёлые. Ощущение было, даже мерзостью, как бы у тебя что-то такое хорошее, доброе, взяли и говном так вот замазали, растоптали. Такое чувство было. Ну, ещё, может быть, на возраст мой многие депутаты были убелённые сединами. 60 лет такие директора, уже опытные в жизни. А что мне было тогда? 30 лет всего. Как бы ни опыта, ничего. И тут бац, такое творится. И я просто не понимал, почему такое произошло. Происходившее в Москве в октябре 1993 года соответствует всем критериям такого вооружённого конфликта не международного типа. То есть, в нашем случае, гражданская война. Да, это не масштабный вооружённый конфликт. Да, кто-то покривится, что меньше 200 убитых – о чём речь. Вероятно, это люди, которые сами никогда не имели дела с убитыми, ранеными. И, вероятно, это люди, которые считают, что всё это происходит исключительно в телевизоре. И пусть там будут цифры со многими нулями. У нас чуть-чуть другой подход. Мы людей не нулями, считаем мы единицами. Большое количество военнослужащих, внутренних войск, в общем, с той стороны за эти события получили звание героев и другие награды. Это как понимать. Вас это удивляет? Меня это удивляет. Мне кажется, это довольно легко объяснить. Победитель награждает тех, кто сделал его победителем. А это законно? Ну, с формальной точки зрения Ельцин мог это сделать. Тут, скорее, этический вопрос, как мне скажется. Этический вопрос, безусловно, есть. Ну, вот этот солдатик, который погиб в Останкино. Мне его жалко. Но он что-нибудь совершил героическое. Если бы этот кризис, который был осенью 1993 года, решился каким-то компромиссом, не указом 1400, который Борис Николаевич подписал, они бы всё-таки как-то договорились с Верховным Советом. Поменяли бы, может быть, и правительство в очередной раз. Но одновременные выборы бы провели. Да, выборы и так далее. Но обе стороны были к этому уже не готовы. Потому что были какие-то властные амбиции. Ну и с одной стороны, и с другой стороны. Вот эта личная ненависть какая-то уже настолько переполняла, и она затмевала глаза какие-то. Как вам кажется, был шанс в 1993 году избежать кровопролития, договориться у сторон? Ну, наверное, был. Тем более, когда ещё и глава православной церкви помогал это сделать. Но ведь не дали. А кто не дал? Президент. Вот это однозначно. История рассудит, кто был прав. Не могу объяснить это какими-то юридическими тонкостями, но первым всё-таки нарушил Конституцию глава государства. Поскольку в нашей стране глава государства, каким бы он ни был, он всё-таки считается немножко сакральным лидером, то если он себе позволил открыть ящик Пандоры, то все остальные сказали, но если ему можно, то почему нам нет? С моей стороны больше ответственность на стороне Верховного Совета. Больше ответственность. И если совсем очень коротко говорить, то команда Бориса Николаевича отражала мои интересы как гражданина России в тот момент. Он просто отражал мои интересы. Точка. Он просто боролся за моё будущее, если хотите. Высокопарно. Так сложилась ситуация, что я находился за этими танками, имеется в виду на основном уровне, поддерживая Бориса Николаевича. Поэтому танки метафорические, которые шли туда, меня защищали. А с той стороны в меня танки не стреляли. С той стороны, с стороны Верховного Совета. Вы понимаете, отсутствие воли, решительности и жёсткости приводит именно к этому. Я не раз говорил депутатам, ну займите же в конце концов позицию. Вы что вообще хотите? Ну посмотрите, что происходит со страной. Если бы был объявлен импичмент, вот этого побоища не было. Не было бы этого побоища. А из-за двух личностей вот этого поведения недостойного, скажем так. Двух личностей каких? Ну, лицемерие, дух личности и вашим, и нашим, понимаете. Этого бы не было просто. Этого бы не было. Но к этому толкали. К этому толкали. Кто? Обком Вашингтонский. А вы почитайте Клинтона, что он говорит по поводу расстрела Верховного Совета. Что? Как что? Он поддерживал Ельцина. И поддерживал его решение. Мог решиться Ельцин на вот то, что произошло. Если бы у него не было поддержки Коля, Клинтона и главведущих государств мира. Да никогда бы в жизни. Он в этом плане был трусоват. Вы знаете, мне кажется, вина конкретно за кровопролитие лежит на режиме Ельцина. А в целом к таким событиям, как распуск правительства или штурм Дома Советов, причастны обе стороны. Терпение, переговоры и реальный диалог, возможно, могли бы помочь разрешить вопрос мирным путём. Как и желание слушать, что пытаются донести члены парламента, а не выставлять их врагами народа, полностью не соглашаясь с их точкой зрения. Сейчас, через 30 лет, на кого вы возлагаете главную ответственность за кровопролитие случившееся? На Макашова и Баркашова. Сначала они сорвали это соглашение, потом сказали – оружие, вперёд. Берём останки на объявление. Пошло-поехало. То есть Ельцин, по-вашему, действовал вынужденно? Безусловно. Безусловно. Не кажется всё-таки это очень плохим символом, как минимум, что танки президента расстреливают парламент в центре столицы? Не было никого парламента. Был орган советской власти. Парламент – это всегда часть разделения властей. Этого не было ещё. Это могло появиться, если бы просто мирно приняли Конституцию. Но они свозили оружие. То есть фактически Ельцин стрелял по советской власти? Конечно. И хоронил он советскую власть. И похоронил. Если бы он этого не сделал, что бы произошло? Ну вы бы со мной не беседовали. Например. Вы поясните. Ну там же были списки тех, кого надо расстрелять. Я не помню, был ли я в этих списках. Может быть даже и не был. Но это известно, как это заразительно. Когда начинаешь этих гадов расстреливать, хочется ещё и ещё. Нет. Мы все понимали, что надо идти вперёд, а не оглядываться назад. Нам надо было исправить недостатки социализма, в том числе в вопросе собственности. В том числе нам не нужно было возвращаться к монополии идеологии марксизма-ленинизма. Так что это выдумки, что съезд и Верховный Совет хотели тащить назад к социализму. Нет. Мы хотели вести вперёд. Справедливому обществу и честной власти. Парламентская республика. Мы получили бы парламентскую республику, поскольку ни Рудской, ни Хасбулатов никакого восторга не вызывали ни у кого, в том числе и ни у рядовых участников восстания, ни у аудитории оппозиционных газет наподобие «Завтра», «Советская Россия» и так далее. И разумеется, что в Верховном Совете было большое многоцентрия. Поэтому мы получили бы плохую, хорошую, но парламентскую республику, и на последующем выбранном цикле радикальное какое-то звено было бы отсечено. Мы получили вертикаль, и то, что было после Ельцина – это, разумеется, продолжение того, что было при Ельцине. Та конституция, которая принимается в конечном итоге в декабре 1993 года. Во-первых, кто её принимает? Съезд народных депутатов ведь не собирается. Её вынесли на всенародное голосование. Не на референдум, обращаю ваше внимание, а на всенародное голосование. Потому что различные были нормы подсчёта. Там насчитали, по-моему, 58% проголосовавших «за». Потому что если было бы референдум, то было бы меньше половины. Потому что лучше пусть так принятая конституция, чем её отсутствие. Это очень важно. Пусть у нас мы не соглашались по форме правления, но те же шахраильцы заверяли, что это на ограниченный период времени. Что когда всё устаканится, когда согласие возникнет благодаря конституции, форму правления скорректируют и излишние полномочия сбалансируют. Это случилось в 2020 году ровно наоборот. Полномочия колоссально возросли. Вы имеете в виду поправки к конституции? Поправка к конституции безмерно усилила полномочия президента. И фактически он определяет смысл и кадровое наполнение всех ветвей власти. Получилось так, что к конституции изначально, с момента её принятия, из-за условий того, как она принималась, кем она принималась, глубокое очень недоверие, массовое недоверие. Почему я об этом говорю? Это важно, потому что конституционализм, я считаю, действительно не только доктриной, но методом разумной организации общежития. Государство, общество, человек, столь разнообразные территории, регионы. И когда нет условий для этого конституционного патриотизма, сама идея конституционализма провисает. Всё посыпалось. И сегодня… Вы помните, что конституционный суд потом сказал, что можно губернаторов не выбирать. Это потому что политическая злесообразность предполная. Существует конституция. И дальше всё это сыпется, сыпется, сыпется. Поэтому всё, что мы имеем сегодня, это как раз вот и есть эхо выстрелов по Белому дону. К сегодняшнему дню имеет отношение, какую в 90-е годы создали системы. А продуктом этой системы стал Владимир Владимирович. Парламент – это как раз то место, где без стрельбы люди должны договариваться. В нашем парламенте люди не научились договариваться без стрельбы, наверное, потому что последний парламент в истории России до того учредительное собрание было закрыто со стрельбой. Несколько поколений людей, которые не привыкли, не имели этого навыка договариваться, делегировать, делегировать какие-то права переговорщикам. И мы получаем новые войны. Ну вот, друзья, как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Честно признаюсь, у меня очень тяжёлые ощущения и впечатления от съёмок этого выпуска, вообще от погружения в эту тему. И должен признаться, что мои взгляды на те события, если не полностью поменялись, то в значительной степени изменились. Тогда, в 1993 году, я был совсем молодым человеком, я был молодым журналистом. Журналистика тогда переживала невиданный расцвет. Была настоящая свобода слова. И, конечно, я всё своё будущее связывал с Ельтином. Полностью тогда был на его стороне. Сейчас, узнав про эти события намного больше, и, конечно, с учётом жизненного опыта, накопившегося за эти три десятка лет, я думаю, что тогдашний мой взгляд – это был во многом юношеский идеализм. И, конечно, мне кажется сейчас, что главная ответственность за кровопролитие, которое случилось в Москве в те дни, в первую очередь несёт президент Борис Ельцин. Уже просто потому, что за Ельциным тогда была реальная сила. Да, в Верховном Совете и вокруг него хватало людей, которые были не прочь пострелять, были готовы пролить кровь, и, наверное, в случае победы устроят репрессии. Но там были разные люди, не только такие. А если говорить про реальный массированный огонь на поражение, который вёлся и у Останкина, и здесь, у Белого дома, то всё-таки это был огонь с президентской стороны. И, честно сказать, для меня лично не выглядит так, что Ельцина в той ситуации загнали в угол, не оставили ему другого выбора, а он сопротивлялся до последнего. Выглядит так, что на обострение шли обе стороны, договариваться не хотели ни те, ни другие, но, как я уже сказал, большая ответственность всегда на той стороне, которая сильнее. А сильнее, конечно, был Ельци. И совсем удручающим мне сейчас кажется эпизод, когда Егор Гайдар призывает безоружных людей выходить на улицу, где уже идёт стрельба, и он в этот момент призывает защитить одну из сторон в конфликте элит. Мне сейчас кажется, что это как минимум сильно безответственно. И ещё одно. Мне долгие годы казалось, что если бы тогда победил Верховный Совет, то всё пошло бы по какому-то ужасному сценарию. Но, честно говоря, друзья, глядя на то, куда мы пришли в итоге, где мы оказались сейчас, я, положа руку на сердце, не уверен, что если бы в 93-м история пошла бы по-другому, мы были бы сейчас в этой же точке. Это «Редакция». Комменты и лайки туда. Подпишитесь на канал. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова